Прощение, что мы сегодня стартуем позднее, чем обычно, потому что он только вернулся домой, увы, поэтому сейчас быстренько, быстренько, но не торопясь, потому что мы остановились с вами на здоровенном просто НЛО, в котором минимум 30 тел и 6 аутсайдеров. Крайне важная миссия, особенно в преддверии штурмобазы. Ой, страх-то какой, а! Так, Мутон вернулся, мы его убили, окей. Смотрите, в чем здесь сложность самая главная заключается? В том, что у меня нет достаточно маневренного, наверное, кроме Марксмана разве что, и тот, наверное, он не очень быстрый, да, 14 у него, человека, который способен спокойно бегать и пулить паки, понимаете? Ну, вот, в любом случае, мне нужно его брать, потому что у него есть, по крайней мере, молниеносные рефлексы, и, в конце концов, маневренность 14, это, наверное, лучшее, что можно найти, разве что там медик может, не, у медика тоже беда. Да, ну, естественно, пулить тоже. Короче, самый маневренный это Марксмана у нас. При этом, желательно не лезть вообще внутрь тарелки, ни в коем случае не лезть внутрь тарелки, просто потому, что там впереди еще 6 паков и 6 аутсайдеров. Соответственно, соответственно, непонятно, где эти паки и непонятно, где ауты находятся. У меня только один датчик движения остался. Вообще класс. Потратили мы еще дым. Да, там мехтоиды, там полный фарш вообще. Мутоны. Короче, видимо, надо уходить сейчас влево. К Марксману. Он у нас не инвизный, он у нас зонер. Дико, в общем. Может быть, имеет смысл оставить тут одного пехотинца на контроль, а сюда выставить основных. Хотя на контроль лучше, конечно, выставлять кого-то. Но пехотинец как раз должен встречать. Можно даже пулича оставить. Потому что он даже с такой дистанции может помочь стяжелым пулеметом про прикрытие стальных. Короче, скорее всего, я пойду вот вдоль, вдоль тарелки. Но я не хочу внутрь заходить. Ну да. Потому что нарваться на аутсайдеров внутри тарелки гораздо выше вероятность, чем... Ну, вы понимаете. Короче. Выдвигаемся. Надо собраться. И снайпа тоже переведу, пожалуй, вот этого сюда. На длину. Оставлю на углу вот здесь вот пулеметчика. Остальные все побегут влево. Ты понимаешь, там полукаверы. Собственно, здесь тоже полукаверы. И... Ну, а толку? Так, Рокки-то тоже сюда видим. Хорошо. Задача проверить окружение. То есть вот пройти хотя бы по одной стороне. Скорее всего, конечно, ауты, если они не здесь находятся. Они находятся в командном центре. Вполне вероятно. Пинцер Хэнс, привет. Вот. Но в любом случае, чтобы пулить поочередно, да, постепенно, лучше, конечно, вдоль ходить. Так, а справа у нас еще более убогое место. Хотя бы есть где развернуться. В общем, не хватает мне на этой миссии человека, который способен быстро бегать. По-хорошему, здесь должен быть либо инвизный разведчик, в идеале, конечно. Либо танк с хорошей мобильностью. Привет, Холлифлауэр. А разве на этой карте другой стороны тарелки хэверов не больше? Может быть, но идти сейчас всеми вместе... Ну, на другой стороне... Нет, ты справа имеешь в виду? Нет, справа вроде плохо там. Она захват взял. Зачем захват на большой тарелке? Что с ума сошел? Захват — это минус слоты. Минус слоты у того же самого инженера. Это, ну, минус гранаты, минус дымы. Вот. Захватывать нужно на тех миссиях, где... Меньше всего риска. Меньше всего риска. То есть маленькие сбитые тарелочки там. Истребители. Вот какие-то такие темы. Блин, там еще до хрена народу на этой карте. Я не знаю, по полхода подходим. Пулича я все-таки оставлю здесь. На случай, если кто-то выскочит, будет страховочком. Какая-никакая. Амон, ура, привет. А скоро будет, наконец, пройдете. Кто ж его знает? В этом-то и интерес, блин, что... Непонятно, как это, когда проходить. Чем, Андрей, слышишь, как прошли важные переговоры? Хорошо. Ну, я расскажу в пятницу. Ну, то есть они прошли лучшим образом из возможных. Стоп. Справа? Мне послышалось, что справа люди уже здесь. Но это не входит, блин, в мои планы. Я не хочу лезть туда. Я буду на чеку. Поехали. Начинаю наблюдение. Сканирую. Смотрим лоба. Можешь все-таки продвигаться полномерно по тарелке. Полит с центром. И скоро как разместиться. Да нет, снайпы будет плохо стрелять. Лучше, конечно, это длина вот эта. Но что-то... Что-то мне не нравится. Когда зонер вот так далеко уходит. От своих. Ну, кто, если не он, с одной стороны, конечно. Сейчас послушаем. Да. И вот что там? Кто там? Открывать ли... Что если я, например, сейчас пройду дальше и не с пулей этих... Хреново. Датчик движения последний тратить. Нужно узнать, какое количество людей там... Ну, если это шесть, то это... То аутсайдеры надо пропускать. Михаил, вопрос к тебе. Как руководитель, что тебе важнее на собеседовании? Опыт работы? Потенциал. Мне главное, чтобы соискатель потенциал. Писал без ошибок. Вот. Желание работать. Желание работать есть. Ну, есть разные способы мотивирования. Желание работать, это вообще само собой разумеющийся. То есть... Ха... Сомневающийся сотрудника. Ну, то есть, который... Вот у меня есть желание работать, хорошо. Но это, конечно, классная формулировка. Вот. А, потанцевал, а не потанцевал. Неправильно понял, тогда извините. Еще работать, работать не хочу, берешь. Ну, это как раз, да, это вот... Тот самый момент, когда нет. Блин, нет, я все-таки проверю. Сейчас последние датчики изнутри. Слишком опасно. Смотрим. Не вижу. Смотрим. Вижу. Сколько? Сколько? Четыре? Сколько? Четыре. Это пак. Это не ауты. Ну, вот с этих бы начать, на самом деле. И это значит, что мы возвращаемся направо. Потому что я буду... С этими товарищами воевать. Нет, вообще у нас на Гудгейме ситуация складывалась всегда следующим образом. Люди, которые работают на сайте, они изначально на нем время недовольно много проводят. Поэтому они знакомы со спецификой. Им интересно изначально то, что происходит на ГГ. Ну, или интересно что-то поменять, что происходит на ГГ. Вот, поэтому вопрос мотивации, хочет-не хочет работать, он, как правило, не стоит. То есть сюда приходит для того, чтобы делать что-то полезное. Ясно. Ну, по крайней мере, хочется верить. Сегодня отлично денег прошел, тоже рабочий. Вообще непродуктивный. Вот, как показывает практ, любой факт может быть аутами. Да, ну там четыре человека, а здесь тарелка на шесть. А так-то да, ты прав. И они, соответственно, находятся вот где-то здесь. Для начала я пульча хочу поставить. Ну, подводим снайпов, потому что у них не будет угла. Им придется вместе со всеми работать. Привет, ухейтвейн. Добрый вечер, друзья. Сейчас двинемся максимально вправо, потом выберем человека, который пойдет вперед. Возможно, это пехотинец даже будет. Потому что там он единственный, кто нормально танкует. Завтра на работу иду, поздравь меня. Хоть соточку тебе занять смогу, только я еще болею. Какой-то сумбур у тебя в голове. Ну, окей. Давай, удачи. Удачи. У меня слишком много, блин, снайпов под такой рез. То есть я не могу дистанцию на... Да, 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 я понял. Ну, будем сейчас подходить к фулкаверу. Желательно еще сместиться вправо, для того, чтобы были... Была возможность... В поле, чем, например, пострелять. Рестремления тут не будет. Он должен идти уже. Если нет, перепроверите, пожалуйста. Поставлю-ка я все-таки пулеметчика вот сюда. Нужно даже и перевести. Но уроки-то надо перевести еще. Дальше как-нибудь разберемся. Ты с какого города? С какого района? Я из Воркуты. Воркута! Воркута! Ладно, блин, надо... Сейчас, если просто там не 4 человека, а 6 аутсайдеров, конечно, будет проблема. С богом. Никого. Хорошо. То есть мы передислоцируемся вот сюда, вот еще раз. Соответственно, уроки-два. Даже Марксман, пожалуй, вот сюда три. Ну и выходит, что медик и три снайпа уже нормально стоят. С какого города? Да, уголь шахта-холода так и есть. Блин, я лезу в эту тарелку, будь она не ладна. Блин. Двигаюсь на позицию. Черт. Готовность номер один. Держусь номер один. Давай базу скорее. Но я не могу рашить эту большую тарелку. Топают, топают, топают. Но я видел этих товарищей на датчике. Количество четырех штук. Поехали. Да, вижу противника. Ауты. Ну это ГГ. Вот, поторопился и все. Сейчас вся карта на меня полезет. Блин. Это ГГ. Просто ГГ. Вообще какой-то главный здесь. Готов ко всему. Молниеносный рефлекс и мастер ближнего боя. Никто не достаёт. Поехали. С критом главного пробуем. Крита нет. ГГ. ГГ. Короче, сейчас вся карта прибежит. Шесть паков. Надо уходить на респ. Блин, куда я полез-то, а? Только один из шести аутов был убит. Я думаю, надо сдвигаться в любом случае сюда. Или нет. Жесть. Ну и явно нужно через, видимо, приказ входить. Пехотинцем, на что он не отступает. Ой, что делать? Дым на этих. А без командира пак будет вызывать паки? Я вот не знаю. Блин. Чёрт. Да, будет, говорят. Но это ГГ. И слева полезут. Рез не так далеко. Возможно, пока не поздно, уже сейчас валить. То есть убирать этих трёх. На руке куда-нибудь сюда. Да, надо смещаться. Смещаться, чтобы была возможность эвакуироваться. Понятное дело, что снайпы свои отстреляли. И вот в следующий ход они будут рашить вот сюда. Или даже ближе, чтобы в один ход уходить. Остаться здесь проще простого. Я убил всего пять человек. Из тридцати пяти. Стремная тубинета. Блин, ну. Как же вы? И варианты. Первый вариант. Мы остаёмся, собственно, вот этими товарищами. Здесь накрываем густым дымом. Не очень мне нравится этот вариант. Во-первых, потому что дымом всех не закрыть. Да, надо отступать. А, нет, если я медикам отступлю, то я не смогу густой кинуть. Они добегают. Как докидываем дым? Ну, пехотинца надо вообще уводить. А дымчанский вот так закидывать. Раз, два, три. Три слота, да, есть здесь. Как раз вот на троих оставшихся. То есть этими мы уходим. Раз. Раз. Надо готовиться, просто валить отсюда к чёртовой бабушке. Кулич куда добегает? Никуда не добегает. Перевести Марксу, наглядишь, добежит. Она добегает. Рокета тоже сюда. То есть этих шестерых мы закидываем густым. Здесь входим сюда, куда там. Ну, или на углу встаём. Фулл кавер, потом... Не, фулл кавер плохо. Надо его на клеточку сюда увести. Или совсем убегать. В любом случае, сначала так. Потом так. Блин, жопа. Не, надо уходить, короче. Надо на эвакуацию уже уходить. Куда-то пехотинцы поставить полу-кавер. Плохо. Но так его не будет видно, скорее всего. Это единственная точка, куда я нормально могу отойти. Двигаюсь на позицию. Может, и будет видно. Кибер летит. Кибер михтойт в полный фарш. И они вытащатся здесь. Оставляем эту большую тарелку, выходим сразу. Надо просто не рисковать, наверное. Да, уже здесь он. Уже на углу. Что делать? Что делать? Что делать? Сохранись, говорят. Да, надо сохраниться. У меня есть там типа челлендж одно сохранение. Можно переиграть. Бесточка, я дверь открою тебе, красавица моя. Сейчас. Короче, решение на 60к потенциально. Потому что риск более чем реален. Да, тут топовый состав. Но... Какие варианты? Я могу на рывке увезти снайперов для начала. И это, наверное, в любом случае надо делать. Остаюсь я здесь, не остаюсь я здесь. Чтобы они стреляли и по тем, кто слева. И постреливаю по тем, кто там. Возможно, стоит оставить... Нет, даже на рывке надо это делать. Без выцеливания. Да-да-да. Пахрен. Да, там живу. Я родом из Уркуты. Короче, здесь у нас пехотинец. Пока непонятно, куда его ставить. Можно, конечно, оставить танковать, подсвечивать. И молиться на то, что... Как вариант, сместиться вот сюда основными. Чтобы у нас была возможность уйти. Если раздолбать, кстати, эти каверы, они будут медленно подходить. Будут занимать, собственно, эту и эту позицию. Дело в том, что... Блин, пипец, конечно. Взял с пульлаут. Мне пехотинца надо сюда уводить. Там могут быть оверы. Спасибо, красавица. То есть будут валить и отсюда, и отсюда. Вот в чем проблема. То есть мне нужно в любом случае кого-то сюда выставлять. Мне кажется, туда нужно как раз пехотинца выводить. Потому что он на оверах должен принимать. Или какое-то время, пока они бегут. Потому что я знаю, здесь 2-3 хода, никто не подбежит. Хотя они могут из двери выбежать, на самом деле. Могут сразу прибежать. Еще, мне кажется, нужно тратить строки. Снимать вот эти вот два кавера для начала. Возможно, даже задевать слева чуть-чуть, чтобы пол кавера не было. Снайпов выводить сюда, куда-то. Чтобы они стреляли, собственно, по углу. Поэтому, но их не видели. Да, побежали. Это Марксман. Побежали. Бижен есть. Мега рисковая штука, конечно. Надо еще прикидывать так, чтобы снайпы могли в один ход до Ивака добегать. И готовиться к тому, что мы будем бросать людей. Ну, если там сапрессы и что-то еще. Точно нужно выделить человека сюда, кого-то. Хотя бы на подсветку, понимаете. Вообще, рейнджа хватает. Уходим. Блин, крайне сложная ситуация. Так, что делаем с Марксманом, зонером? Его бы поставить на такую дистанцию, чтобы его не видели с этой, например, точки. Видимо, к снайпам его надо тоже вести. Что у него же есть общий вид. То есть он палить может. Этот ход я все равно работать не могу, поэтому скорее всего смещусь отсюда. Как вариант, можно медик сюда поставить. Хотя от него сапресс может пригодиться. Но пулич пока точно остается. Сапрессит в густом дыме. То есть пока дым работает, мы остаемся вот этими тремя. Двумя, по крайней мере. Людьми. А если я пехотинца подвожу ближем, то на него дым не распространяется. То есть я его могу пока что сюда временно поставить. В общем, желательно его поставить вот как-то так, чтобы он не выходил. Ладно, нет. Цветили второго. Ой, что мне делать с... Рокет не хочет, конечно, тратить так рано. Особенно такой кривой делает Рокет. Поэтому мы пока прицелимся. Здесь точно сапресс для того, чтобы проконтролить единственную видимую цель. Маркс, скорее всего, я просто выцелюсь. А медикам отойду и встану в ханкер. С Богом. Блин, сейчас Сокарта. Тридцать человек плюс эти пятеро победут. Мне нужно в один ход реально иметь возможность валить отсюда. Потому что я умирал как раз вот в этом месте. Ну, датчик показал четыре цели. Я подумал, что не может быть. Это аут. Это... И мутоны еще. Ё-моё. Не, надо валить. Блин, надо валить отсюда. Надо валить. Надо перегруппироваться вот сюда. Вот раз, два, три, четыре. Снайпами убеждаться в том, что мы добегаем. Выполняем. Точно кого-то ставить сразу же сюда. Блин, у этого проблемы. Сделаю. Наверное, все-таки Марксманом. И ханкеритим там. Ну, у него волк-одиночка будет работать. Плюс здесь мне главная розетка нужна. Эти четверых здесь размещать. На острие должен быть пехотинец. Мне не нравится, как медик будет стоять. Двигаюсь на позицию. Блин. Ну, что делать? Я буду начеку. Только так. Не, это жопа. Это проваленная миссия. Вопрос, как я уйду от себя? С потерями или без? Что это было? Киберы летят. Миктоиды, мутоны там. Народа очень много. Сейчас надо посмотреть, как мы отступаем. На ход не отступаем. Блин, а что они не идут-то? Я не отступаю на ход. Сюда уже не хочется подходить, если честно. Потому что... Ну, я тут фланг открываю. Что делать? То есть снайпы уходят, если что. Эти уходят, если что. Пехотинец не уходит. Медик не уходит. Перезарядка. Перезарядка. Прицеливаемся. Ну, я надеюсь, что они здесь подтупят. Был разок такой. Пока не поздно еще отступить. Подходи всеми к скауту прямо сейчас и все. В смысле и все? И что будет? У меня фланг сразу. Меня простреливают справа все, кому не лень. Что значит все? Меня же отсюда будут бахать. Хотя, блин. Может быть, реально это хорошая тема. Во-первых, я буду контролировать это и правую дверь. Во-вторых, я смогу тогда эвакуироваться, по крайней мере. А если мы... Не, меня там простреливать будут просто. Салат. Ладно, пробуем. Реально уходим. Ну, если что, можно просто все эти камни взорвать. Рокетом. И у них не будет укрытия, чтобы подбежать ближе. Это одна из возможностей. Крайне опасный ход. Без дыма, полукавер и фланг. Да. Сейчас меня будут бахать справа. Блин, хреновый совет. Нельзя было так делать. Ну, так я, по крайней мере, эвакуироваться смогу. Я поставлю пехотинца справа, типа, он один быстро может, по идее, вытанковать. Улечу назад. Я уже там. Выполняй. Уже иду. Я же буду очков. Блин. Но очень плохо. У меня флангуют. Легко. Хотя, может, они через дверь будут выбегать. Там кто-то есть. Хорошо, ладно. Я рядом с респом. По крайней мере, если что, свалим. Можешь сразу рокет кинуть. Скинуть вот эти вот каверы все. Чтоб ход не терять. Одна ракета, у меня их три. Не факт, что они пойдут. Лучше, когда... Ну, лучше, когда подойдут. Да, конечно. Ладно, у меня есть часовой. Двойной. Надежда. Один дым, блин. Один дым. Нет, у бога, конечно. 35 человек. Они, кстати, скорее всего, все в этом... В этом большом здании находятся. Помните, было такое? Они все прям к аутам бегут. Ауты могли затупить. Ауты могли затупить. Потому что я же их отстреливал издалека. Нет, один же видел меня. Не, 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 не. Могут выйти. Все, ждем несколько ходов. Мне кажется, там просто соберется три десятка врагов в этой комнате. И все, и никак я их не убью. Да, бегут уже. Ближе. Острый угол уже. У меня тут джоб сдан. Кто-то играет, варик. Хавк. Я думаю, что откуда звук? Снайпы точно убегут заход. Не факт. Надо перепроверить, потому что я их... Да, они, если этот оббегает, этот две клетки, но ничего страшного. Этот, кстати, может не убежать. Скорее всего, бежит. Короче, друзья, это проваленная миссия, скорее всего. Вопрос только в жертвах. Но я попробую, пока у нас есть возможность, повторюсь, к вакууму. Во. Что за чертовщина? Дверь отказ, кажется. Кибердийский, михтоиды, мутоны, пять изгоев. 35 человек. Ладно, не 35, 30. Да, выходит. Изгой. Низковероятный. Ну кто-нибудь. Ребята. Пехотинец. Пехотинец. Вы что? Нет. Вы охренели, псы. Плохо стоит пехотинец, надо поменять местами, у него угол хреновый. Сразу бахаем с критом. Срочно меняемся местами. Пех вообще не работает. Он двойной часовой, он ни разу не выстрелил. Абсолютник. Блин, подходите по одному, прошу вас, по одному. Это с крыши он спрыгнул или как? Что это было? Там дверь закрыта, значит, с крыши. Да, с фланга могут прийти, но... Блин, мне должно повезти сильно, чтобы я эту миссию закрыл. Ну, раз идут, я прям буду, буду прям ждать. Блин, снайп. Да, еще, кажется, так же идет один. Звук был такой же, да? Да. Выходит мех. Ядрить. Есть поводание подраны, хорошо, и два сектоида. И попал еще марксман. Ну, сейчас начнется. Еще 100%, второй часовой. Критуй! Блин, ну где крит-то? 88%. А, там 20%. Так, хорошо. Это только с пуль-липак. Два сектоида. Три сектоида. Хорошо, мехтоид почти гуф. Еще аут выбегает. Ой, это плохо. А могут действовать уже. Нет, живем. Спокойно. По ауту. Раз. Никаких рокетов. Пока есть контроль, пытаемся попасть. Зон, может быть. Ладно, давай, зонеры. Раз. Хотя бы добьем, перезарядимся. Ни в коем случае зонеры не ставить на овер. Вообще ни в коем случае. Хорошая тема, знаете, в чем? В том, что только спулины ауты. Все остальные выходят и теряют ход. Вот так. 11-4. 7-7-6-7-3. Блин. Да уж. Ладно, сначала метка. Я не уверен, что тап буду тратить пока что двойной выстрелом. Блин, опасно трындец. 90 мимо. Черт, враг еще дергается. 90 мимо. Блин, а ведь надо. Тап тратить. В общем, поверхнюю. Этого надо на овер ставить. Да е-мое, серьезно. Там еще один сектор, это он вроде дальше. Хоть этого ранили. Есть овер. Блин. Главное, постепенно. Там еще получается 3 аута. Надо как-то чередовать перезаряд. У них патроны закончатся, если не каждый ход будет. Еще один аут. Критуй, критуй, критуй. Отлично, не крит, правда. Но давай, давай, аккуратненько, аккуратненько. Не стреляй, не стреляй. 45. Попал. Уже ранение. Пехотинцы еще один стреляет. ГГ. Нет. Минус пех. Больше оставаться нельзя здесь. Уходим. Блин, я уже думал, что справимся. Да, один дым. Слишком рано было его тратить. Проверяем снайпов, добегает. Добегает. Ну же, шевелись. Сейчас разберемся. Жалко. Бегом. Жалко. Два счета. Лечу туда. Жалко. Нет, правильное решение. Центр. Потеряли топового пехотинца. Он был хороший. Ну, по крайней мере, отсюда свалили. И реально были шансы. Потому что если бы я сейчас ушатал вот этих вот двух-трех последних аутов, то все остальные паки бы выходили, блин, 61 человек убил. Топовый просто. Топовый. 16 даданий. Ну и, конечно же, поломанная панцерка. Удар по морали. А, поломанная прям. Черт. Черт. Да, это вторая жертва мне. Разница колоссальная просто. Ключ готов. Мой первый ключ для штурмобазы. И что мы делаем? Мы запускаем сразу спутник, получается? Все работают на предельной мощности. А, мы спутниковый модуль ждем. Через три дня. Рокет точно не мог помочь? Это просто вопрос. Рокет это страховка на экстренный случай. Какой там экстренный случай? У тебя остается битый сектоид. Куда ты, Рокет, будешь? Куда-то стрелять? Или после потери пехотинца с часового с оверами ты собираешься там работать? Нет, нет. Это неправильно. Ну, запусти YouTube. Ну, я попробовал, но не запускается он. Ну, хватит, блин. Предупреждение, добрый варвар. Ну, хорош, блин. Имплант-респиратор только-только доделывается. Авионика два дня. Новобранцы новые. Ладно, скрываем крысолиды. Экзальт ушла в подполье. Да, я не хотел туда идти. Потому что это вышедший в стране. Крыса вскрыли. Главное, ради бонуса. Хотя адаптивный мозг. Наносплавы, сплавы, лерии, трупы. Похититель. Что-то с повороном. Раз, две лазерные. Две, третья делается. Ну, туда, такой регион. Второй ключ. Имплант-респиратор. Заканчивается тригенной модификации у пехотинцев. Не топовых, но я их как раз хотел. Посмотрим на них. Вот он первый. Там парочка генных модификаций. Это точность 10 после промаха. И после кила увеличение всем вокруг. Вот он второй такой же. И третий, видимо, вот-вот-вот придет. Сейчас геном. Адреналин, выделяющийся при убийстве врага, образует облако гормонов, обладающей способностью заражать других. Отправлять в генку я не уверен, что нужно кого-то, потому что у меня наносплавов нет. А на исследовании, вот, например, на биокибернетику, который я хотел бы сделать, не столько ради мехов, хотя бы для того, чтобы вскрыть кибердиск и вскрыть мехтоид для выборочного прицеливания. Похитители следовали. У меня сейчас нечего исследовать. А, нет, улучшенное оружие Гаусса. Есть. Хватило. Отлично. Вот это очень хорошо. Е-е-е, авионик, ребята! 15 у ворота! И новобранцы пришли. Ворон к бою готов. Да, я проверяю. Вот еще нужно двухчасового перевести сразу же в один из регионов, желательно европейский. Наиболее приоритетен. И спутниковый доделывается. Вот сейчас, насколько я понимаю, надо запускать уже спутник и штурмовать базу, правильно? Спутник я бы запустил... Ну, у меня три спутника, два доступно. В Германии 100%. В Мексику. Для того, чтобы вернуть бонус от региона, а, это попадание, да, у ворот еще делается. Я могу сейчас спутник запускать, правильно? И через 4-5 дней у нас будет база. Я, может быть, даже реально успею, успею две базы в этом месте штампануть. Террор был, миссия-совет... А, миссия-совет еще не было. Я не знаю просто, как эта механика работает. Давайте на всякий случай сохранюсь, а вдруг там его надо по-другому запускать. Готовы ли команды? Команда вся уже топовая. То есть тут один день и вообще все будут готовы. Поэтому поехали. Спутник запущен. Не знаю. Так, наверное, оно и должно быть. Ага. Суперрейнджер два дня как раз доделывается тоже. Ворон к бою готов. Но в этом месяце ресурсов у оленей очень мало. То есть вместо 210-220, что было в прошлом и позапрошлом месяце, сейчас у нас 160 у них. Ну, под конец сейчас уже 130. Жалко, что я... ЮАР бомбят. ЮАР бомбят в ЮАР x 100%. Возможно, туда стоит запустить спутник, чтобы страну не потерять, потому что она явно выходит. Ну, либо мы вторую базу, типа, отвоевываем. Аргентина, Бразилия. Почему бы и нет? Лучше как бы отвоевывать именно базу. Так, а могу еще кристалл? Нет, кристалл изгоя сделать не могу, к сожалению. Все возвращаются бойцами. То есть у меня сейчас пока что тишь да гладь по воздуху, по бойцам четверо раненых. Все тренинг заканчивается еще. Фатижные в течение суток вернутся все. В том числе с последней миссией. Стоит ли экзальт сейчас подсканить? Я думаю, надо 100 баксов выделить, потому что там две ячейки должны быть, и мы можем слетать на экзальт. Хотя, блин, зачем мне летать на экзальт, если у нас две базы? И может банально не хватить... Не хватить бойцов. Когда-то у нас спутник выйдет на орбиту. Три дня. Успеваем второй спутник сделать еще. Да, 10 дней вполне. Сканить экзальт или не сканить. Да, давайте лучше база. Супер рейнджер готов. Это под базу. Что у нас еще по инженерке? Противодействие в 11 дней. Ну и один бронекостюм. Все тестирование сейчас завершится. Сообщение совета. Ой, опасно. Наводнение. Да, это Анька. ёпрс это плохо потому что мне сюда нужно разведчика инвизно вас брать если его сюда не если вы сюда беру то его на базу не беру сюда мне нужно снять по убрать я уверен что это та самая жесткая миссия задачей ну под базу успеет 3 фатижных снайпа вывести выйти у меня в любом случае нужно разведався сюда брать инвизно спринтером ой может даже с пастельгой он жесткая миссия надо трех снайпов справа завести ну чтобы они появились правильным образом чтобы сразу зашли наверх блины мне нужны же снайпы с выборочным прицеливанием иначе жопа а у меня таких вот раз два три получается на базу я беру уже человека с безвыборочного прицеливания ну 3 с выборочным одного нет но эту миссию конечно очень важно пройти правильным поэтому увы я набираю снайпов это раз блин как же сейчас можно залить это 2 это 3 мне кажется даже нужно пустельгу выдавать разведчику что там критично добежать до нужного места сфатега потом но мне придется сфатега вытаскивать по крайней мере разведчиком возможно даже снайпа какого-нибудь но если я вытаскиваю сфатега то его на следующий базу не беру триндец если не пройдешь нормально эту миссию загрузить тарелки можно так по челленджу можно один сейв но тогда будет челлендж у нас на двадцать тысяч а не на восемьдесят там пока спутник выйдет может весь ватюк пройти нет не пройдет ватюк отводя можно подожди короче этому снайпу выдаю я все-таки даже наверно так оставлю что прицел оставить медик с густыми дымами с четырьмя точно один пехотинец один из этих двоих он метки стрелок но здесь кстати метки стрелок даже наверно полезнее будет чем чем оверы разведчика берем разведчику пусть льга но все-таки имплант респиратор и постарает пулемет маневренности так хорошие 24 сканер боем молниеносный чувствуется пулич рокет или инж а не рокет учитывая то что шрида у нас есть у пуличи пуличи не с тяжелым естественно с лппшкой потому что будут мехи и надо будет их конечно аккуратненько привет но из скорее всего возьмем инжа инжа кстати желательно с дымами а не со сканами если у меня есть конечно 2 такой кажется мне оба инжа слегли да у меня только со сканами остались не сканы хорошо тоже на этой миссии очень даже хорошо тогда мы можем например разгрузить разведчиком потому что 5 сканов это за глаза за уши а разведосы можно либо маневренность увеличить просто убрать скан этот лишний либо дать датчик движения датчик не особо нужен на самом деле пальто привет база висит до тех пор пока висит спутник а далее не на него сильно горится на время есть понял то есть спокойно эту миссию пробуем пройти я наверно тогда даже возьму снайпера с третьего с выборочным прицеливанием если он мне а мне есть все все трое с выборочным то есть медик командир густой дымы аптечка 1 2 страховочный инвизный разведчик с ошейником 3 ошейникового на передовой инж со сканами для того чтобы вместо разведчика который часто будет просто стоять на месте за полными укрытиями закидывать может быть рокет все таки учитывая то что сканы здесь не так нужны или вариант просто убрать сделать четыре гранаты этому товарищу вместо пяти сканов неплохой вариант тогда разведчику вместо этого даем датчик у него все равно будет необходимое количество сканов там карта вся простреливается двумя максимум тремя сканами не в этом проблема проблема в том чтобы кавер сносить поэтому инжи инженер будет именно такой что вы готовы аньку очень аккуратным очень аккуратно аньку так надо еще снайпу который в фаланге дать ему панцирку все-таки что за карта аня аня очень сложная карта почему лазер ханигауск что точности не хватает ни у кого кроме пехотинца нормально это у него такое поехали август августа нет прошлый раз это было в сентябре насколько я помню франция ждет наши но никто это будут падать первыми кто это упадет практически сразу с парой только сектоидов да ну измин спасибо задача расставить трех снайпов на первую вышку правую ой шесть ходов главное не торопись миша главное не торопись инвиз инвиз если им так нужен груз кто знает на что они пойдут ради него захватите грузовик пока до него не добрались пришельцы дамба в скверном состоянии так что вам лучше поторопиться дамба сильно повреждена но она еще немного продержится мне кажется что уже сейчас будут падать лапаны по пути к грузовику владимир 2323 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает миш привет привет ты как говорят плохо плохо а как на самом деле плохо правда говорят не могу я крюки знать подхожу сюда здесь наверное надо уже на овер оставлять потому что кажется что вот вот когда дамба трясется кажется это уже сигнал что так он же несмотря на то что 4 грянки видите 3 сканом или нет или дамба трясется по дефолту кто шарит кто шарит не буду час горит падать 1d 3r поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает михаил привет привет по непроверенной инфианушка уже разлила масло да уж держись то я закидываю скан у меня их 6 видим сразу пак а летун сектоид это все что я успел увидеть и мутон это зад мутона был ну мы тогда проходим на максимум пока что потому что нам нужно двигаться с вами нам нужно двигаться нет гг вот так без датчика идти охренеть каким макаром мы его ну это все это гг фулл ход минус разведчик минус медик скорее всего я пошла не буду час падать понятно все ладно кто там говорил не буду час падать типичный синевик там ну как бы это все медик упал все трое за порт раз два три четыре поблизости овервотч один цепь есть на эту минус шестьсотка сразу под суки опять говорят ни хрена не понимают не знают просто лишь бы ляпнуть лишь бы ляпнуть может переигровка голосуем а чего какого перепуга переигровка под суки вообще безответственные а далее с в в Ура! С ним разобрались. Ну, конечно. Да, это минус снайп, скорее всего. Верхний. Миш, ты сможешь... Каким макаром? У меня не остается аптек вообще. Есть. Блин, снайпер вообще ничего не может. Ему нужно ход проходить, а он подставляет фланг. Иду. Надо идти единственную аптеку тратить на стабилизацию медика. Сейчас снайпер могут нет, хорошо. Мне нужно стабилизировать медика, пытаться аптекой. Желательно, чтобы он ход продержался. Блядь. Ладно, он не умер. Он может умереть следующий ход. Двигаюсь на позицию. Не умирая, прошу. У меня тут не верняк вообще. То есть, надо метку ставить, пытаться его убивать. Заводить снайпоп этот ход. Ничего не делать. Двигаюсь на позицию. А, я могу эту штуку покрутить еще. Пора достать крюк. Сайт, спасибо тебе за подсказки непрошенные. Я-то в этой миссии ни разу не играл. Хорошо, что ты мне рассказал, что нужно делать. А вот от души тебя спасибо. Серьезно? Серьезно? Ты не видишь его? Тварь. Медик, держись, прошу. Прошу, держись. Держись, пожалуйста. Владимир2323 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, ну, вот опять, ты здесь, а не фан да нет. А у меня по поводу твоего внешнего вида вопросы к ней. И не к тебе. Как же ты вовремя, а, Владимир? Ну, ты хоть зайди на трансляцию, посмотри, что происходит. Минус топовый медик. Низкая вероятность была. Процентов 20. Клапан открыт. Осталось самое главное. Захватить грузовик. Слушаюсь. Прошу. Я не хочу пропускать ходим. Проблема решена. Вижу лунатиков. Прошу. Прошу. Я снова в строю. Приступаю. Не шагу назад. Смена магазина. Похоже, у пришельцев подкрепление. Сейчас мехи падают. Сектоит, сектоит. Сектоит. И мехтоит. Вот это проблема. Овер, 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 овер. Много овервочи. Раз. Сука. Медик потерял. Прощай. С ним разобрались. Из патронов тут делать нечего. Выполняю. Что я делаю? Я в порядке? Дебилы кусок. Нужно побежать еще. Штурм один. Клапан открыт. Но это еще не все. Продолжайте движение. С четырем. Сто восемь четыре. Блин, там мех будет спрыгивать. И он может разведчик увидеть. Так. Нет, ты не должен меня мех увидеть. Ну что, справа фолкан. мы уже теряли тупого пехотинца на большой тарелки теряли топового да как ну граница же тварь ну граница же чсар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает мне кажется для входа влиять нужны небольшие послабления в виде одного сейфа леда хотя не знаю попадай ну ими кто это движет у меня снайперы пустые по крайней мере два ну как этот пак то здесь оказался но это просто нереально так отключили но здесь подходить на full cover куда-то под инвизом не знаю как он может там все еще стоит наверху на вышке попробовал закинуть датчик куда-то сюда даже на крыше чтобы лучше увидеть сика видим пак новый но никто это не видим скорее всего он все-таки на крыше справа я не докидываю прямо вот непосредственно крышу поэтому пропускать хоть не пропускать я думаю нет не пропускать вот пока есть возможность стрелять 15 лет я понимаю что мех вот он лет он меня никто это скриптовым да ладно ах ты тварь подсветил ниндзя да я хочу вон вес уйти разведчикам и посмотреть где мир объект уничтожены боеприпасы мне нужно куда-то сюда бежать иду ёлка рис это мутон этот а где мех то вообще он же может там все еще стоять правильно без крыта только объем мы же банит на не торопись положишься что случилось что он не справишь за банки его пожалуйста 79 89 лучше о том что у него 8 кп и воскресе добьем мне не нравится то что не вижу где мех прям очень плохо можно попробовать конечно еще разок скан прям на крышу закинуть на мне не дают туда закинуть может он появлялся дальше давайте на всякий случай скан туда закину меня есть а он там на увере может стоять насколько я понимаю да ведь вот он возвращается раз то он возвращается 2 еще летун где-то здесь мех 68 74 мутона не видимо из-за вот этой вот багнутый блин машины тоже да потому что она не позволяет то есть нам вертикальная до самого верха так как же мне здесь быть мне нужно вот этот врубать отлично штурм один теперь у вас есть немного времени на то чтобы захватить грузовик здесь овер дымов у меня есть нет какая разница выхожу 268 понятно овер овер ханкер внимание у нас гости скриптовые пошли вот он убежал влево фулкавер или там вниз и падает мечтает под снайпом охренеть ну кажется мне надо бежать уже то есть нужно бахать гренку там правда овер ну то есть снайпы здесь умирают с очень высокой вероятностью что мехах увидит это до свидания надо надеяться что будем типа истыкать кровью не видит не видит пока как он этого не видит снайпы вот эта же клеточка будет нормально должны заходить 100 вероятностью ну короче надо пробегать попытаться закидывать грянку ушатывать мутона или даже того ушатывать слушайте возможно того надо было ушатывать да все уже забейте там еще один мех четыре хода да и ковер остался у него мутона ё-моё серьёзно кажется мелькнул кто-то наверху ну литон надеюсь всё-таки ну здесь сапресс в любом случае ну сейчас михтоид просто снайпов шатает надо сейчас думать как мне разведчикам действовать там скорее всего 2 а то и 3 овером я могу например выйти из инвиза но пройти в инвиз то есть спрятаться вот сюда вот но потом зайти как-то в инвиз вот отсюда я уже добегаю да а может крюк нет нет крюк как-то это ерунда конечно 62 стрельба нет тоже ошибка здесь здесь мы умираем лучше даже ханкер сделать одним этим перезарядить блин такой трай хорошая и большую тарелку залил ну потому что разведчика нормального не было надо было брать его туда и там дальше ещё один пак я уверен вопрос только заводим мы разведался так чтобы он хотя бы в следующий ход а какая разница мне должно сейчас очень сильно повезти но весь сегодняшний трай это тотальное невезение а мех выходит а минус найт 40 мимо если я не пошел не на него так живем сейчас вопрос а тут мех стоит вот он тут стоит мех перехода да сможем ли мы с найпами эту подшатать а у нас другого выбора нет пытаемся критануть должно очень повезти крит 68 блин нужен крит давай крит они крит они прошу очень нужно блин ну что ж туда за тварь а здесь мех в обере соответственно снайп этот стреляет по лету ну больше не по кому стрелять конечно же варианты гренка чтобы снять стену в мутона чтобы снять сапресс три хода ядрить причем 41 это потому что без ханкера миг вряд ли полез наверх ты уже выстрел и что у него чуть больше чем половина мне два раза по 30 еще сейчас влетит ну может влететь короче здесь явно нужно сапресс снимать гранаты прям гадалки не ходи пытаться снять каверу мутоном поехали ну там стоит на овере скорее всего тупырь одна единица урона класс вот здесь непонятно что делать потому что мутон все еще жив и он не собирается умирать можно конечно забить на меха и попробовать сделать следующим образом разведчику учитывая высокий низкий силуэт завести на эту вышку убив летуна пехотинцем блин хороший вариант пожалуй лучше да если ты попадать будешь а так не очень хороший вариант конечно тогда мы флангуем получается ну мы триггерим оверы естественно чтобы подсапрессить потом этого этим нарывке сюда там овер сейчас будет от меха 28 да ладно жив там же овер еще у этого соответственно здесь стрелять по сектойду блин вот я вася конечно что делать дальше явно нужно сопрессить меха но если я сопрессу мехом давай этого попробуем убить скритом понятно ну это гг тебе показалось было два процента два процента было от стоящего на овере вроде они там нет он же слияние он не мог не мог стоять на овере короче делаем сопресс на мехтоида возможно ловим стреляет первым мех хорошо потому что смене сбиваются пресс это ходит назад я думаю надо сейчас разведчиком пытаться как расходится вот ним 35 процентов минус найп минус 3 ну как так блин ну что за игра два хода еще у меня приступаю давление на дамбу снизилась так держать так 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 такой тракт хорошим да там еще паки будет надо прятаться не сопресса у нас нет отлично штурм один все клапаны открыты теперь доберитесь до грузовика и захватите оружие у нас новая задача а этого тоже флангует шеф рядом с вами появились новые объекты короче я видимо закрываю трайн жирный и пытаюсь переиграть по челленджу на 20 к мне не везет мне тотально не везет на этой миссии как они вообще спрятали за этим грузовиком короче ладно раньше у мозгу он я открепляю потому что возможно он еще сохранится но все давайте загружаемся с баржи если я буду доигрывать этот рай то это будет челлендж на 20 к типа один сейф использовал ну да еще не факт что я его-то пройду и ну ладно здесь я эвакуировался потеряв одного человека хрен с ним ну то есть плохо но но как в предпоследний ход можно было просто спулить пак на аньки как учитывая инвизного снайпа учитывая то что там все походили жопа просто какая я хочу жидану грозил сначала огня где-то не курил и и забейте короче не хочу получится не получится может начало баржи может не может не бесить пожалуйста начало баржи может загрузить и к черту прошу не слышит так помним что пехотинец должен стоять не на и на самом краю что это было айс жопа сейчас тоже будет надо пехотинца левее поставить правда непонятно кого вперед тогда как это наверное не баржа это а нет это баржа как насчет в этот раз убрать камеры наверху неплохо цель кстати неплохой но как и любой непрошенный совет идет лесами что там за звук что там за звук ты хочешь попробовать сыграть баржу или также улетишь в смысле ну ты же видишь что я не улетаю если жертвы будут то я сразу валю блин а тут что не разрушаемые укрытие что только один к верне не может такого быть вон там все разрушается начиная наблюдение буду на щеку сканирую готовность номер сектор свои сообщения можно удалять пока стример не прочитал да хороший совет кстати полетели головы я тоже помог удалил твое сообщение теперь тебе не нужно удалять его самостоятельно кстати медик жив пока все живы выходит а вот хорошо 796 критой там еще пять салатов сейчас уже 4 ключевое убить аутов ключевой убить аутов справа шаги болен справа шаги но также начиналось прошлый раз то есть один с крыш потом повалились двери 96 второй часовой давай боли ну почему не крит ну почему не крит ну почему не крит не стреляет еще 2 вот это плохо стреляет 56 опять по виному мажет блин не надо не надо не надо не попадай не надо не надо не надо мимо все сейчас рокет еще кто-то все вот эти ключевое убить потому что они спулены и они стреляют на старте остальные там 25 человек на карте они будут выбегать и не будут по крайней мере стрелять поэтому пробуем убрать эти двороны попади ой хорошо все снял ой ёпырыс это вы серьезно так почему марксман зонер пошел пытается работать нас как ну как они спулили свежим ну все 2 два меха на готове мамка твоя на готове блин ну что за что за сейчас встаем и дымами стопроцентов нам закрываться И надеяться, что мехи не добегут Там Маркс Триндец Ну хотя там один сектоица, блин, два меха дрон Точно закрываемся И время молиться просто Перезарядиться Мне нужен второй сапресс Есть лучший уровень С перезарядкой уровень Время молиться Мехтой да здоровый, оба меня видели Будет выбегать стрелять Им на кавера плевать Выбегает Что? Куда? Да, выходит мех Бой готовность Второй выбегает Есть попадание на штор Подранок, отлично Подранок, это очень хорошо Блин, снайпы не будут стрелять Еще стреляем, хорошо У второго меха уже почти все хиты снесены Осталось 19 Появляет он здесь, хорошо Сектоид дрон Так, живем С критом пусть откатывается Да Надо посмотреть Остались ли там еще аутен Не осталось аутен Это очень хорошо Дальнего сапрессии Просто пока держим Пытаемся Ну там еще 5 паков кормить Ооо, ядрить Дрона увидели Но зато мы этого увидели На самом деле это хорошо Пока его не набафали Надо его бахать Очень плохо Котинец видит Дай бы помеху, а не по дрону Овер обязательно Что здесь Слушайте, дабл тап надо делать И сапрессить медиками Потому что Вот надо было сначала делать дабл тап Блин Ну метка фугас Ну подранок точнее Нинус 4 Могли бы больше снести хп у него Слушайте, я не понял То, что у меня Тут сапресс покажется Блин, у меня уже нервный этот Пока овер Не, вот цель, нет Выцеливание Выцеливание В частности, еще паки могут выбежать Они знают где Кибердизм, там утон Удачи 3, хорошо Для этого нас хорошо держим Еще будет Будут Не надо идти пока Дайте мне Есть, мне дали ходы Фух Сейчас шеда работает Мы продолжаем их убивать И на 60к сегодня Нужен боекомплект И на второй мех А их здесь около 36, да? Убито даже не половина Я бы поставил Все-таки метку Здесь бы перезарядиться Хотя у пехотинца халявная перезарядка Он может пока что встать Он может выстрелить и встать на овер Правда, динарный будет овер Мне лучше перезарядиться Встать на овер Начинаю наблюдение Тогда он будет двойной Справа шаги, кажется Мне что-то мерещатся Шаги справа Вполне вероятно Могут выстрелить Так, дроид летит 96 Пехотинец Первую стрелку Не хватает урона К сожалению Ну хорошо Все хауты Хубили, по крайней мере Блин Ответный от него уже 100% Не надо выходить Подождите Не надо Сектоид слева спалены Еще Пакси Ктоидов Минимум Здесь один Мутоны Сектоид выходит Выходит Мутоны Блин, милишны есть Твою мать Три зеленых Один милишны А где милишны-то? Вот он здесь уже 68 Триндец И снайплы пустые Да, у меня Почти да Мне этого Мутона не убить Бешили Варианты Подвести поближе Встать на овер Потому что не попадет Пулич Не паникуй Главное Тут два выстрела Может Молоком Есть сопротивляемость Сейчас мы Пулеметчиком По мутону Раз Хорошо Дальше Пехотинца Ставим Нет Надо мутона Пытаться Снайпом сначала Вдруг кританет Последний выстрел Не кританул Но Вскрытые мутоны Помогли Здесь возможно Надо дым Скорее всего Выкидывать опять Снайпы пустые Здесь овер А здесь дым Блин Там еще Кибердиск Ракета последняя Да дым Я не знаю Как где держаться Три зеленых Мутона Сейчас будет действовать Возможно Полноценно Мне даже ближе Не выронить Но вероятность Сильно Разница Поэтому я По дальним Стреляем Пока что Молодец Пехотинец На овер Ставим Продолжим Овер или рокет Рокет или овер Гренка может закинуть Нужен рокет Последний Последний Ну ранили ближнего Хорошо Но у него кавер Неломаемый Сотри Пробуем его Маркс Много шатать Но это Маловероятно Есть Кибердиск Сектоиды Два Мутона Минимум Мехтоид Еще Тренде Сам народ Живем Пока Ядрить Все готово Там уже Что-то Будет Есть Так Еще Один мутон Спуленный Дым Закончился Мехтоид Пак Кибердиск Пак Сектоидов Пак Выходит Мутон Блин У меня дыма нет Может стрелять У меня Паника Хорошо Ушел Спрыгнул вниз То есть Один мутон Один сектоид Спулинг Два Мутона Блин Просто ждем Если кто-то может вернуться Мутоны могут вернуться И все остальные паки Должны на меня бежит Бежит Сектоид нет Минус Два мутона Из спуленных Все готово Я весь Внимание Смотрю В оба Ну подходите Гады Держу сектор Что это было? Пакси Кто это Прядом А вот они Кажется Да Командир Слем Комбландиру 81 Давай 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 Хорошо Остальная Фигня Убежала Еще сейчас Часовой Давай 91 Убивай Командира Убили И выходит Мутон Возвращается Охренеть Стреляет Нет Подходит Сюда Окей У меня нет Больше дымов Я должен Пытаться Попадать Время Молиться И сектор И должны Бежать Мутоны Должны Бежать Еще Паки Есть Сектоид Первый Бежит Жалко Триггерит Овер Почему они Не паникуют Я командира Убил Алло Там их Еще Трое Кажется Было 5 человек В этом Паке 4 Плюс 1 Справа Движение Кибердиск Летает Мехтоид Топовый Да Три сектоида Два Мутона 20 Пришел Блин Может Доктор Н1 Мне Простит Сегодняшние Ошибки Молодости И скажет Михаил Ну я все понимаю Не железный Заработался Пришел Поздно Ничего страшного Закроем Глаза Блин Опять не Перезаребился Дебил Песок То же самое Что в прошлой Край Просто два раза Не попали По 56 Подряд Все Вот единственное Чем Чем Это Отличается От Предыдущего Два Кибердиска Я слышу По звукам Сканирую Кажется Мы здесь Не одни Выходит Сталя Может Мутончик Блин Где он Там Да Блин Что ж ты Делаешь Какая Боеготовность Дебил На Короче Сектуэда После паники Должны Вернуться Слева Мутоны Прямо По курсу Там что-то Есть Кибер рядом Кибер рядом Кибер рядом Вот это Всегда Такое Кибер Сейчас Рядышком Но он Не спулен Еще Мехтоид Еще один Убиваем Сектуэда Мехтоид Хорошо От мехтоида Сейчас Пуличем Надо доставать Прямо Даблтепом Его Ушатывать Да 84 Попадай Родной Надо Молодец Все Подранок Раз Подранок Два Снайп С Крита Погоди Всех Снайпов Одинаковое Количество Целей Да У всех Одинаковое Количество Целей Поэтому Меньше Точности Поэтому Давайте С Критом Есть Ну видите Если Пак не Спуленый То Они Выбегают И мы Готовы Один Мутон То есть В смысле Два Мутона Там Зеленых Зачем 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 Ребят Не надо Подсказок Не надо Вот этих Вот тем Пожалуйста Все Я Я горю У меня Психологическая Травма Я сейчас Наполучил На двух Миссиях Так что Мне этого Хватит Поэтому Прошу вас Пожалуйста Обойдемся Без Подсказок Без Наводок А там Мутоны А не Придут ли Они Справа А может быть Лучше А попробуй Так Лесом Непрошенных Советчиков 40% Трындец Попадание Хорошо Это не Мутон Еще Панцирка Держит Удар Пока Что 26 Пришельцев 29 То есть Там Еще Один Пак С Кибер Диском И В Принципе Уже Должны Подходить Психонечку К Концу Вот Она Кибер Там Опять Оттуда Да Как Не Может Быть Так Ого Он Не Выше Он Ну Как Он Стреляет Как Что Ты Мни Выводишь Опять Кавер Из-за Которого Не Не Видно Он Не Вы Не Выше Общего Вида У него Нету Сектоида Он Подходит Мы Его Не Видим Он Стреляет Класс Сейчас Будет Больно Надо Кондер А то Я Подгораю Уже Сойдет За баг Сойдет За баг Окей Тихо На Алекс Еще Один Пошел Спасибо За Сносходительность Конечно Сойдет За Бак Именно Так Удачи Там Тебе Держись Но так Другое Дело Я По крайней Мере Его Вижу Если Попал Бы Естественно Никаких Сейф Лодов Здесь Не Было Потому Что По Крайней Мере Я Его Вижу Два Мотона Осталось Плюс Неспаленные Паки Вот он Что-то Не Торопится Но Я Подождал Бы Кибер Сначала А Вот Я Мутон Вот Он Подбегает Блин Опять Этот Кавер Что Ох Опасно Ох Опасно Я Снова В Строю Ну С Богом Кибер Рядом Кибер Очень Рядом Слева Будет Вылетать Сверху Но Я Не Кибер Боюсь Мутона Боюсь Которых 50 На 50 Будет Попадать Да Вот он Справа Кибер Слева Что ж Такое Сори Друзья Что Настроение Такое Но Нас Тут Просто Меня Тут Сколько Унижали Ну И Челлендж Основной Провален Что Это Было Что Это Было Здесь 36 Человек То Есть По сути Вот Ниспуленный Один Ниспуленный Пак Остался Так Не хочется На Кибер На Двух Мутонов Под Оверами Лезть Но Видимо Придется Или По крайней Мере Поменять Как Там Можно Кстати Сделать Сейф И Загрузиться Просто С этого же Мест Возможно Они Там Подвисли Не Справились Такое Бывает Подождем Пару Ходов Мутонов По крайней Мере Мутоны На мой Взгляд Опаснее Я Уже Объяснил Кибер Ну близко Я слышу Его Прям Делает Вот Так Двигаюсь На позицию Укрепляюсь Сканирую Начинаю Наблюдение Сканирую Сканирую Так Тихо Слышишь Да Выходит Тут И опять Сынши Позиции Отлично Хорошо Не выстрелил Вот Это Очень Хорошо Прям Очень Хорошо Давай Скри Там 89 Мимо Лучше Меточку Тогда Поставим Чего Что А то Там Еще Два Раза По 90 И До Свидания Так 96 Хотя Б Еще Нет Сканеры Понятненько Сколько их там Четыре Было Да Четыре Сикером Интересует Конечно Кто Снайпов Видит Я вижу Только двоих Двое Ушли Видимо В инвиз А нет Двое На одной Цели Короче Надо Ставить По одному Метку И По второму Метку И Пытаться Пробивать Пехотинцем Класс Давай Раз Доги 80 Мимо Серьезно Забей Что же так Мажется Давай Так До Шреда Против Кибера Не Особо Зайдет Потому Что Нам Кого Мы Там Ранили Еще Да Я Пехотинца Зря Но Уверение Оставил Потому Что Хотя Это Вскрытность Окей Это Стреляет 29 Мимо Хорошо Там Еще Двое 29 Еще Один Хорошо Держимся Пулич Опять Пытается Поставить Метку Что Не знаю Райна Или Он Проявился Ну Да Да Там Ранили Как Раз Всех Остальных Сикеры Всех Сикеров Ранили Он Должен Влетать Час И Один Второй Кажется У них Есть Ход На Нет Нет Ход Вход Малет Опять Семн Стреляет Я Не Вижу Что За Бред Да Он Повыше Конечно Находится Но Это Не Устраивает Я 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 Не Не Он Не Не Будет Мне Долбить Один Выходит Раз Остался Один Получается Да Да Он Долбит Блин Сука Тварь Мыш 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 Да Почти Кибер Плох У меня И так Есть Пулеметчик То есть Мне опаснее Были Именно Вот Эти Вот Сейчас Он По Медику Тебя Зарядит Если Он Видит Медика Конечно Я Специально Сделал Ханкер Чтобы У него Вероятность Была Уже Ноль Понял Ждем Когда Сикер Изменит Ну то есть Он либо на меня Должен лететь Как-то Он ничего не делает Просто Он видимо стоит На какой-то Клетке Клевой С которой Меня видит Я его не вижу И все И дальше Ни-ни Сейчас проверим Я поставлю Пехотинца На овер И он опять Будет 29 9 А нет Он здесь Где Вот он Хорошо Он вылит Так Остался Точно Один Мутон И Ну уже 32 Подходит К концу И пак С кибердиском Это Хорошо В идеале Конечно Нужно Мутона Сначала Убить Потому что Двигается Вперед Кибер Там же Что это было Где ему Тон Двигается Там кто-то есть Ну родной Давай Выбегай Я знаю Что ты хочешь Он знает Где я Он не паникует Давай Просто жду тебя Просто жду 2-3 Хода Должен Уйти Да Выходит Ай Опять Сейчас будет 25 Не надо 50 Убегай Убегай Надо типа наверх забираться. Ждем. Опасно. Вот он, момент. Ааа, сволочь. Все-таки он попал. Все-таки он попал. У меня есть еще одна аптека, конечно. Пехотелец уже получает ранение. Да я в курсе, что ж ты мажешь-то? Ну и ребят. Ну ребят, ну серьезно. Полукавер не прострелить, да? Снайпами. Молодцы. Все-таки прострелили. Остался последний пак с кибером. Серьезно. Вот серьезно. Спасибо. Сейчас надо аптечку изнать. Да. Аптечка у меня не грейжена. Да ресурсов нет. Сопли и в бой. Я надеюсь, что все-таки кибер сам выйдет. Потому что идти на кибер, чтобы он раскладывался, это... Что за шут? Не очень круто. А у меня еще пулич тяжелый, да? Да, пулич тяжелый. Ну можно, конечно, вот бочком, бочком, бочком досюда и выходить, но... Это риск. Буду настороже. К бою готова. Готовность номер один. К бою готов. Поехали. К бою готова. Да, вот на кибер. По количеству он последний. Тихо. Слышишь? Стоит где-то так же с угла. Давайте на всякий случай я еще разок сохраню и сброшу им модель поведения, а то они бывают, зависают. Перезарядка. Блин, еще один советчик. Ладно, предупреждение, я потихонечку остываю. Уже не фыва, не фыва капсель. О предупреждении. Так, два хода я подожду. Два-три. И буду уже вправо уходить. Последний. Давай, родной, последний остался. Не, пулечи надо пасать не очень, двигайте. Сначала дойти, типа, до какого-то кавера. Убедиться в том, что мы доходим не пуля, потом дойти, довести туда пулечи. Ага, ну, то есть, скорее всего, мы дойдем. Здесь стенка преграждает путь. Не факт, что это самый последний факт. Когда заведем, уже будем снайпов подводить, чтобы не хупил был. Готовность номер один. Ясно. Держу чек, сформирую. Слева уже. Ага. Слышали? Слышали. То есть, смело можем сюда уже выходить. Что здесь, скорее всего, не будет вижен нормального. Двигаюсь к точке. Я пошла. Так, а что пулечи, успеет на рывке? Следующий ход. Двигаюсь к точке. Начинаю наблюдение. Начинаю наблюдение. Ужасный день. Ну, сейчас уже двигаться правее не стоит. Сначала надо пулеметчика довести. Двигаюсь на позицию. Потом движешься на гореть, а ты с арказом серьезным. Да. Бегу. Это... Причем, ну... Спешу туда. На Аньке вообще какая-то глупость получилась. Просто глупость. Как там пак? Пак из трех, причем двое из них летающих. И ты нихрена не видишь. Пробегаешь всеми, на предпоследний ход ты его кулишь. Класс. Кажется, мы здесь не одни. Ладно, рискуем. Сейчас разберемся. Хорошо, вот это очень хорошо. Мы, по крайней мере, уже можем вывести еще ближе пулеметчика, еще ближе поставить снайпов. Потому что им мешает угол. Понятное дело, что снайпов, скорее всего, придется еще завести за укрытие. Но пока по полходика подходим. Блин, минус 60к просто. Минус 60к. Ну, я на... Тем... Прям-то недавно присоединился. Добрый вечер. Я вкратце расскажу, что произошло. Мы вчера закончили на этом транспортнике. У меня, к сожалению, на эту миссию не было. Ну, я не взял, к сожалению, ни танка, ни разведчика инвизного. Пришлось идти вперед. Я использовал последний датчик движения максимально близко к двери. Увидел здесь четырех человек. Ими оказались аутсайдеры. И, соответственно, дальше все закрутилось, завертелось. Правильно сделал, что отступил, как и вот в этот раз. Но в отличие от предыдущего, ну, текущего боя, так скажем, этого затяжного, по мне попали. Два раза по 56. Больно ауты. Я потерял пехотинца. И вынужден был отступить. Вот. А так... Опасно. Но очень хорошо, что сюда подошли. Причем пулич надо прям на краешек. Нет, снайпов надо ближе подводить. Ну, они просто оставляются пока. Конечно, в идеале нам пройти дальше вот туда. Вот. Ну, эвакуировался и ладно. Потеряли мы одного пехотинца. Пришли на Аньку. На Аньке все нормально. Три снайпа, позиция. Спрашиваю экспертов, будет ли кто-то падать? Естественно, типичный синевик говорит, никто еще не падет. Вот. После вот этого вот... Да, я понял. Вот. Ну, это ладно. Это хрен с ним. В конце первого хода, не расставив снайпов, не расставив остальных пацанов, я каким-то невероятным образом, несмотря на то, что подошел инвизный развед, кинул скан, все прошли как надо. Из-за машины, из ниоткуда просто. Улица пак. В конце моего хода. Ни каверов, ни хренаверов, ничего нет. Все. Как бы приехали. Блин, надо вот так вот проходить. Да, для того, чтобы просто снайперов хотя бы одного снайпа провести направо. И при этом еще падают скриптовые синевики, улыбаются. Фойвы летят. Уже иду. Как бы... Уже иду. Ну и дальше там еще. Мехтоид, который падает, прям так, что его снайпы не видят, но в следующих вот он естественно их ушатывает. В общем, мне развед нужен. Мне нужен инвизный развед еще один. Да, я понял. Ну, проходим направо. Нет, выходит он. Хорошо, даже так лучше. Да, и не на позиции немножко, но... По крайней мере, мы сможем уже подсопрессить. Ой, минус дроид. 75. Еще стреляем. Хорошо. Да, это последний пак. Два дроида, сикер и кибер, раскрывающийся. Сикер вскрыт. Ну, плевать, в общем. Подлетел сюда. Ну, естественно, мы... Закидываем в открытого кибера на раз. Дальше берем пулича. Закидываем, опять же, в кибера шиду и метку. Потом докидываем на ближнего упыря. Тоже шиду и метку. Ну, если попадем, конечно, в главной метке получилось. После этого абсолютно спокойно шатаем. Нет, подожди. Может быть, даже зонера привлечь. Ну, там сопресс еще. Да ладно, ты ушатаешь в раз. In the zone. Нет! Это под шредой. Ты 7 урона нанес. Трындец. Да, зонер, конечно. Ладно, делаем быстро. Проявили еще, сикером. 69. Снайпс оточка. 10 урона. Мы вскрывали дроид. Он должен его шатать просто из-за. По сикеру. Все, закрыли эту миссию. Короче, я... Нейсиман поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Привет, Майкер. Привет. Откуда столько синевиков? Они что? На Холливуд смотрят такой хороший стрим. Да. Каждый день. И нагло не могут даже премиум купить. Даже премиум не покупаю. Чтобы поддержать стримера, который старается для них. Да. Снайп плюс 3 меткости 95. Ну и так неплохо. Ранение. Командира можно скрыть. Ну да, и 150... 125 илери, 106 сплавов. Источники энергии. Очень много ресурсов. Сейчас надо подумать вообще, куда их тратить. Али Флауэр поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Майкер, извини, что отвлекаю. Да. Но два раза на этой тарелке со входа ты спулил аутов. Я помню. Получается, без инвизного разведа вообще тут ловить нечего. Да я и с инвизным разведом их пулил. То есть ты подходишь и все, вяжется развед. Я же повторяю, блин, они могут быть в разных местах. Я подошел, увидел на датчике, блин, движения 4 тела. 4. Учитывая то, что до этого увидел паки из 4 человек. То есть понял, что здесь 6 паков, ну 6-7 паков по 4 человека. Мне нужно двигаться вперед, у меня разведки никакой нет. Все, а там 6 аутов. Просто они распределены были таким вот кривым образом. Спасибо тебе за совет. Что мы можем сделать? Медпакет нужен. Медпакет очень нужен. Давай продаем там, что будет. 180 делать стоит. Баллистику я бы тоже сделан. Четыре дня, кстати, я мог даже успеть. Работа начнутся немедленно. Как только у нас что-нибудь будет, я свяжусь с нами. С аптечки Грейжа, получается, успеваем. Слон, привет. У меня такой чудовищный просто день. Ну я зафейлил. Try. Использовал Say. Не на этой барже, а на Аньке. Ну я уже рассказывал, короче. Универсальный универсалик. Крис. Импланты испиратал. Авианика. Новобранцы. Генка. Что еще? Ну это хороший бонус. Особенно для снайпов, учитывая то, что они будут в Гауск переходить совсем скоро. Потому что мы их сейчас повскрываем, и потом у нас останется только под Дэм. Дорогие, я не хочу действительно Грейды делать. Можно, кстати, новобранцев 60 баксов. А то вдруг... НБС тоже можно сделать. Новые боевые системы очень хорошо заходят. Как раз под Психов. Да, давай, короче, попродаем. А что нам нужно? А мы уклонение уже сделали. То есть можно немножко попродавать все-таки компов. А у нас, собственно, их и нет. В достаточном количестве. Там еще 60-й Лерия на исследование нужно. Сейчас из камеры, конечно, можно продать, да? Вот операционные сложные, а здесь камеры можно. Баллистик. 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 Сколько делаться будет? Пять дней. Там еще потом... Темпо давление... Блин, бронебойку бы здесь еще сделать. Бронебойное оружие... Дорого. Дорого. Но это вообще мне даст такой... У меня просто лазерки будут пробивать. Это же оно? Эсплайка подписался на премиум. Короче, нужно... Нужно сделать вот это вот за 300. У меня будет точность, у меня будет уклонение и будет хорошее пробитие. 300, да? Сейчас источник энергии попродаем. Спасибо большое за подписку. 350. И новые боевые опять же нужны, но вот выбирая между... Вообще новые боевые мне помогут для... Что там Химка? Дезориентация. То есть это именно... Ну, хамелеон опять же. Но я лучше бронебойку сделаю с ничего. Временбой на оружие. 8 дней, хорошо. Просто это, кажется, добавит типа 5 пробития брони для всего оружия. У лазерки, кажется, пятерка по умолчанию. Надо на самом деле посмотреть, что там по лазерке. Какие там статы. То есть у меня там среднее пробитие из серии, как у... У игл. Ну, то есть лучше, чем... У очка, подчеркиваю. У меня переписан 3 месяца. Так, мне нужны, собственно, лазерные пушки, да? Это исследование, это не то. Нет. Блин, как же? Я их делаю в Foundry. Лазер. Enhanced laser. Это не то. Scope. Laser weapon. Аэроспейс. Супер. Аэроспейс. 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 Это не то. Engineering, наверное. Нет, не Engineering. Как он там называется? Он дает пятерку, просто я хочу посмотреть. А, Air Combat. Да, я так не нашел. Air Combat. Так, вот она, лазерка. Да, опять 5 penetration. О, Феникс тоже пятерка. Я бы еще 60 баксов быстренько сделал тренировку персонала на случай штурмобазы. Пока не забыл. И успокоился бы, наверное. Ну, новые боевые системы, еще 100 баксов можно. Ну, я потрачу сплавы все. Не, нужно. Но вы же выдавались. Все готово к работе. Литейные машины раскалены. Когда мы закончим, я вам сообщу. 100 баксов. А, мне еще жигзальца. Ткань, надо. Отпускать или не отпускать? Ячейка в подполье идет. А мы успеем? Успеем ли мы отправить оперативника? Не, я скипну, короче, эту штуку. Не, ничего не нужно сказать. А, накатенка себе? Понятно все. Все ясно с тобой. Так вот, значит, мы, да? Давайте новые боевые системы. Или баллистику улучшенную. Нет, новые боевые. Ну, поехали, друзья. Да, в литейном цехе скучать не приходится. Я предупрежу их, что вы начинаете новый... С Богом. Универсальный ключ готов. Клиффсай подписался на премию. Клиффсай, спасибо за подписку. Через три дня мы запускаем спутник на базу, летим. Подполье ячейка ушла. Крыса вскрылась. Хитин мне пока не нужен. Адаптивный, костный. Я бы по-быстрому вскрыл берсерка. Так, исходя из логики, что нам будет проще тоже с ними воевать. А снайпы по ним, конечно, очень хорошо пробивают. Фрагменты я еще потратил на новые боевые. Поэтому я не могу сделать... Мне надо отменять новые боевые. Что гаусска мне нужна? А этот сколько нужно фрагментов? 60. А там сколько нужно на исследование? А, фрагменты, а не сплавы. У меня их 137. Да, нормально. Тогда так вот делаем. Работы начнутся немедленно. Так, по-быстрому берсерк вскрываем. Спутник летает 5 дней, пока не взлетит, идти нельзя на 70-е в курсе. Я не просил Грома. Вот тоже совет, спасибо тебе большое. Воронг-бой готов. У нас крайненько будет второй ключ. Имплант-респиратор. Генка. Понятно. Еще Генка. 10 точности авианика. Инжина 20 обломков и дронов. Всех дронов отдать ради... Хотя 50 инжей. Я тогда смогу в конце этого месяца... Какая разница, мне эти два инжа все равно придут вовремя. Разве что... А, это защита, да? Германия. Которая выйдет, скорее всего. И не буду я выполнять запрос. Тренировка персонала раз. Тренировка персонала два. Спутниковый. И... Кораблики там доделались. Где там страховочно переводим сюда. 12 часов. 12, 12. Хорошо, еще третий придет. Спутниковый модуль готов. Все, все, запускаем, собственно, спутник в Мексику. Поехали. Спутник запущен. Убеждаемся в том, что там в Северной Америке у нас две лазерки, третья будет в течение суток нормальным. Блин, не развернуть это все, слиплось. Вскрытие. Улучшенный медпакет. Очень хороший. Супер Рейнджер два дня. Тестирование 3-4. Баллистика 4, но не поможет. Бронебойная 6 дней, кстати, хорошо. Вскрыли Берсон. Боевой стимулятор. Нейросмягчение. Боевые Мэки. Вот этого воли нужно мне. Этого не хватало. Ну и здесь, видимо, улучшенное оружие Гаусса. Делаем сразу же. 8 дней всего лишь. Оно с бустом идет от допрошенного Мутона. И, соответственно, у нас там есть 2 или даже 3 снайпа, которые уже с перезарядкой. То есть им нормально зайдут эти штуки. Из-за протаса от государства протухает, но это наносплавы, которых... Люди возвращаются. Готовимся к Аньке. К Кенку мы никого не можем, да, направить у нас? Нужно, опять же, пехотинца старенького взять. И дать ему как раз... Не, не хватает Мелды просто. Мелды катастрофически не хватает. Паника. В ЮАре где-то... 22 августа сейчас Аня будет. Желательно улучшенный медпакет получить. Есть. Хорошо. Супер Рейнджер готов. Вот и Аня. В любом случае, мы берем сюда инвизного разведчика. Уже проходили. Ой, блин. Давай его на первую позицию поставим. В правой стороне у нас снайпы. Ну, эти люди могут успеть вернуться к штурму базы. Когда у нас там будет? Ну, ее не обязательно сразу штурмовать. Хотя мне хотелось бы... Ай, не успею, наверное. 23 августа. Когда там спутник будет? Сообщение 9 дней. Спутник через 3 дня. Вообще успеваю. Ну, фатик пройдет 6 дней точно. То есть я один день даже могу подождать, чтобы у меня фатик 3-4 дневный максимум ушел. Куаттер Авин поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Удачи, Михаил. 100% берем топовый состав. Не сомневаемся даже. Блин, разведчики же тебя на первую позицию поставил. Алеш. Так. Снайпер сюда. Снайпер сюда. Ладно, давай снайпера сюда. Так, внимательно. Во-первых, у нас пустельга, это точно. Во-вторых, у нас ошейник и датчик движения. Потому что сканов хватит. Вместо марксминской пистолет-пулемет. Маневренность 21. Один снайпер пустельга. Лазерная снайперская. Он абсолютник. Ему улучшенную лазерную и 108 точности хватит. Второму снайпу тоже пустельгу. И у нее тоже с меткостью все очень хорошо на самом деле. Но у нас пока оставим, потому что мне прицелов особо не нужно брать. Так, и третий снайпер. Но он, скорее всего, наденет панциргу. У него 87. Вот ему как раз не хватает точности. Дальше мы, естественно, берем одного пехотинца. Вопрос какого? Овернутого или тот, кто будет пробивать. Типа вот, профессиональный стрелок. Овернутый без уровня. То есть он дважды стрелять не будет. Да и овервотча здесь редко будет пригождаться. Я думаю, так же, как в прошлый раз. Берем человека, который способен пробивать. По крайней мере, он будет пытаться. Это Матгауссен. Прицел. Имплант-респиратор. Да, точности у него, к сожалению, не хватает. Но, тем не менее. Понятно, что медик с густыми дымами. Желательно пожирнее на семерочку. Лазерная винтовка, потому что плюс один патрон. Пули чейнш. Следующий. Инш у нас со сканами. То есть он с гренками, чисто с гренками. Но у него будет еще три скана. Медпакеты, может, поменяешь? Блин, как же вы задрали-то с этими. На что у меня этот медпакет, блин? Они просто прогрейдились на ее ПРСТ. И у меня нет пулечи нормального. Пулечи нормального нет. Ну, типа с двойным выстрелом, к сожалению. Но без сапресса крайне сложно. Это мой легкий лазерный имплант. Скорее всего, аптеку надо будет оставлять. Итак. Четыре гренки. Четыре гренки у инжа, четыре гренки у медика. Грустой дым. Разведчик. Датчик движения. Пара сканов. Соответственно, и ошейник. Пистолет-пулемет для маневренности. Этот с гауссом. Снайперы с пустыльгами и с уроном запрыгивают наверх. Блин, ну главное сейчас просто прожать датчик движения. Не спулить пак и быть готовым к тому, что они сразу будут падать. С богом. Анька. Может, скан на мой снайпун? Прекращайте, блин. Какой скан на мой снайпун? Что вы несете? Похоже на транспорт напали, когда он пытался пересечь дамбу. Судя по всему, пришельцы пытались его замедлить, но прямого огня не открывали. Ух ты. Если им так нужен груз, кто знает, что они пойдут ради него. Захватите грузовик. Вот здесь вы даже, что? Дамба в скверном состоянии, так что вам лучше поторопиться. Или вот тут. Хочу, давайте закидываем скан. Открывать отводные клапаны по пути грузовик. Надо увидеть их рейндж. Что-то я не вижу вообще. Они должны теоретически здесь быть уже. Да. Ядрите, вы что с ума сошли? Нормальный старт. Я бы не стал прям... Я бы подошел на половинку и сделал овер. Двигаюсь на позицию. Поняла. Снайпов в любом случае направо. Направляюсь на точку. Выполняю. О-о-о-о, ё-мо-ём. Поехали. Сделаем. Двигаюсь на позицию. Действую. Мониторю сектор. Ну, подходите, гады. Следующий код, если они... Да, идут. Блин, позиция аховая опять. Эти идут овер. Сто процентов. 40-80 нормально. Критуй. Есть. Десяточка попали. Сейчас там еще должно пару оверов сработать. 50-50 овер. Минус мутон, но сейчас еще могут попадать. Овер на литуне. Спокойно, Миш. Падает мутон наверх. Падает мутон сюда. Блин, в прошлый раз секториты были. Но упало всего двое. То есть... Ну, не так жестко. Во-первых, у нас снайпы все выцеливались, и они в курсе вообще происходящего. Мне бы... Да, мне бы по мутону вот так вот бахнуть. С критом. Раз. Без крита. Серьезно, видишь группу противника сейчас? Так. 187. Не хочу терять просто время, надо сразу. Стрелять, убивать. Остальными сокращать. Так, не торопись. Не торопись. Может быть, имеет смысл вот так снайпом побежать, чтобы хотя бы в следующий ход. Да, он все равно никого не видит. Может, даже так. Да, он отсюда допрыгнет. Тут, видимо, сапресс. Увы. Я не помню, как они работают. Вроде как, я могу включить. И не торопиться. Я не помню, как они тут действуют. Ладно, здесь сапресс пока что. Мы ждем покраситься. Я не хочу тратить время. Раз. Глапан открыт. Осталось самое главное. Захватить грузовик. Поехали. Не, мутон побежит. Мне нужно здесь оверить. Здесь возвращать разведосы. И закидывать дым первый. Вот на этих пацанов. На пулеча, на пехотинца, на инжаб. Потому что этого не видно. Этого вряд ли тоже будет видно. Овер. Подкрепление уже плохо. Да, мехи могут падать сейчас. Стреляет 1%. Пех, ну стреляй. Падает. Сектоид. 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 И мехтоид. Здрасте, пожалуйста. Хьюстон. И не видит еще снайпы его. Охренеть. Так. Этого надо выводить. Сюда ставить пулеча, быстрый дым. Нейтрализовывать его. Но перед этим надо что-то сделать вот с этими упырями. О-о-о. Ядрить. Один май поддержал ваш канал на тысячу рублей и сообщает. Спасибо, первый май. Миша, спасибо. Ты мне очень помог. Хотя я не знаю, каким образом. Минус. Интриган. Короче, смотрите, я нормально здесь перемещаться не могу. Пока что. Что тут сразу три овера. Что можно сделать? Можно закинуть гренку на двух сектоидов ранить. То есть, меха я не убиваю никак в один ход. Потому что я его тупо не вижу. Мне нужно подводить пулеметчик и делать вплотную сапресс. И накидывать густой дым, чтобы уменьшить шансы на попадание. Меха, правда, снайпов тоже не видит. И, возможно, это шанс на пострелять. Но, кроме этого, да, классно. Этого снайпа надо уводить. В общем, я не знаю как. Ну, там оверы опять же. Ох, как левую убивать, например, тоже непонятно. Тут явно гренка. Других опций нет. И как раз инж с места больше ничего сделать не может. Кроме как вот покоцать и, возможно, кавер этот снят. Очень плохая ситуация. Убил одного. Овер снял один. Дальше у нас 67, поэтому... Да надо мутону. Отталкиваясь от того, что мех не видит снайпа. Хоть он и без укрытия. И вряд ли. А, нам нужно будет еще кого-то обязательно подставить сюда, чтобы видели меха и чтобы он не побежал вперед. Охренеть. 75, 99. Тут овер. Можно сапресс сделать. Но я должен сначала кинуть дым, потом уже сапрессить. Можно попробовать стригерить овер вот этого флангануть. Как раз сапресс хорошо зайдет. Да, давай. Ну, надо молниеносными таргерить. Сейчас подогнем! Так, ты можешь его убить вообще. Хорошо. Так, остается один овер у... А, я еще не вижу сейчас мутона. Из-за этого... Варианты. Мне там снайп стрелял по мутону, хорошо. А где был развед? Здесь стоял, да? Хреновенько. Мне нужно же еще как-то потом мехтоиды убивать. Здесь мне по-хорошему нужно и пехотинца сюда уводить потом. А мех меня не должен здесь заметить. Можете я снайпа тогда переведу вот сюда? Только не по этой траектории, а по этой. Точно он тебе не заметит. Машина вроде фулкавер, вижена нет никакого. Блин, ладно, на всякий случай схоронюсь. Вдруг там божок. То есть, теоретически он не должен вообще меня никак видеть. Хотя я поднимаюсь на пол клетки наверх. Может, это сработает. То есть, сейфови мне подойти все-таки вот куда-то сюда сначала. А потом уже сюда. Но для начала я поставлю пулеч сюда. Буду сопротивление. Сопросить Мэка. Снайпа выводим под свет мутоном. Вообще не эту последовательность сделал. Мутона бахаем без крита, потому что он вскрыт. У меня и так 10 урон по нему. Соответственно, здесь сапресс. Потом выводим пехотинца сюда. И, возможно, второго снайпа тоже выведем. Дым надо еще сделать. Еще не поздно приказ делать. Правда, для чего, непонятно. Закрываем густым дымом пулеметчик. Ну, там мех будет по пуле стрелять. Я не знаю, с какой вероятностью. Опции по приказу. Пехотинцам. Да, давайте. Хотя бы покоться его немного. Но это не решает вообще. Только зря патроны потратил. Главное, чтобы никто сейчас меня не шатнул. Он может. Бои готовность. Ес, ес, ес. Так. Как там его убивать? Как там мы его убивать? Машину взрывать гранатой. То есть, либо шреда с ходом, но мех побежит на меня. Вот здесь приказ нужен тебе был. Короче, у меня нет шансов, кроме как стрелять и дамажить по полной программе. Мех вроде под ранок, проверь. С чего он под ранок, скажем мне? С какого перепоя он под ранок? В частности, снайп не кританет. Да, это все. И то он не факт, что бьет, если скританет. Есть, есть, есть! Так! В ровно 18 ядрить! Ядрить как? 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 Я в шоке просто. Слушаюсь! Датчик движения. Вперед. Тангуем. Готовь! Ведрить. Не стрелять, не стрелять! 50 на 50 просто. Уже иду! Можно начинать! Выполняю! Есть. Главное, чтобы потом мех упал правильно. Перезарядка нужна. Так, не торопись, не торопись. Развед все, да? Да, развед выстрел просто. Уольф.1 сил поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Скилл. Двигаюсь к точке. Локерок. Утонем. Так, здесь прожали. Наверху надо сейчас будет прожать. Тоже. Штурм-1 клапан открыт, но это еще не все. Продолжайте движение. Снайк не всплывает. Двигаемся вперед, друзья. Не знаю. Здесь рискован уже без скана идти. Я бы прокинул скан даже инжом, чтобы разведчикам ход не терять. Закидываем. Я понимаю, что если я сейчас... Я подсвечу, но у меня сканы с запасом. То есть я понимаю, что с снайпами я скорее всего не буду. А может и постреляем, кстати. Они достаточно далеко. А, не, у нас же все снайпы. Все. Да, народу прилично. Но у меня еще некоторые вообще черт знает где. Хотим с нарывки. Кулич тоже пустой. Блин. Два пака. Сколько я убил там? Я не помню, сколько на Аньке людей. Я думаю, включать, не включать. Все равно по дороге. Может, имеет смысл все-таки пока перезарядиться. Точно не стоило, видите, сюда лезть. Хотя вижены не было, но... Я думаю, не стоило туда лезть. Пока перезаряжусь. Два лету на Амутон, первый пак. И два лету на Амутон, второй. И эти пуляться скорее всего. Трениндец. Оверы далеко. Только у того лету на Амутон. 86. 93. Этот мешает, конечно. Этим нет. Я Амутона не вижу. Мне кажется, надо... Ну, в любом случае, надо отстреливать дальнего. Что он так или иначе будет... Ну, через какое-то время будет работать. Здесь мы видим только летуна. Но, скорее всего, надо подходить и сопресить мутоном. А-а-а-а, мы не можем. То есть он как бы... Он же на эту клетку не выходит. В чем дело. Я понял тебя. И это плохо. И это очень плохо. Потому что... У меня по факту нет контроля. Можешь даже назад отступить медикам. 83, а там дальше следующий пак. Я бы попробовал поставить метку по летуну. Даже, наверное, вот так подойду. Чтобы мне не мешал полный кавер для... Сопресса него. Да, мутона я никак не убиваю. Просто никак. С этим надо смириться. Летуна, скорее всего. Потому что 93%. Ну да, классно. А медикам надо отступать. Более того, скорее всего, закидывать еще один дым. Возможно, вперед-назад. Разведосом. Чисто, чтобы ход не терять. Теперь у вас есть немного времени на то, чтобы захватить грузовик. Попробую инжом. Все равно без слуха ему. Понятно. Вот здесь точно дым. Но не на пулич, а на ближних на этих. Потому что мутона до пулича не доходит. Ну, с богом. Оверов у меня нет. Надеюсь, что мутон не дойдет. Кажется, еще скриптовые летят. Это плохо. Кто бежал, он не паникует, бежит. А увидит. Сапресс, хорошо. Блин, он видел уличи. Падает. Лихтоет прямо в тыл. Я его не вижу никак. И дрит. Два сектора. Так, гренкой можно теоретически снять вот эту вот хрень. И попробовать снайпами пострелять. Потому что если я не буду стрелять снайпами, то это гг. Значит, здесь у нас два овера. Стреляющий, блин, мутон. Что инж? Инж не под сапрессом. Приказа нет. Но ему в любом случае надо вот сюда стрелять. И пытаться снять... Снять стенку. Да, вот так. И дрит. Есть, вроде есть вижен. Снайпы? Ну? Есть. Будем ли мы делать шреду? Или на пофиг простреливать пробуем? Чтобы делать шреду, нужно снять сапресс. Чтобы снять сапресс... Нужно попасть по мутонам. 51. 81. 88. Не факт, что ты еще попадешь в пулечи. Не, надо, наверное, просто пытаться с критами ушатать этого... Барсука. Ох, критулечка, половина хп, молодец, хорошее начало. Давай, еще разок, там 12 хп у него осталось. Один крит и все. Ай, ну ладно, мы убьем снайпами. Может, даже не снайпами, может, пехотинцам лучше. Пехотинцам не видят, к сожалению. Кто видит? Медик видит. Вроде норм, 87. Но он, скорее всего, да, урона ему не хватает. Ох. Ладно, придется. Постыляем так. И на смех. Здесь, видимо, надо ставить метку и добивать, скажем, даже летуна. Потому что сектует. Ну, по нему просто пехотинцам стреляет. Если метку поставим, будет у него 76. У него как раз пробивание фулкаверов. Ну, пробивание, блин, фулкаверов, Алеша. Понятно. Охрененно, девки пляшут. Какого лешего я не вижу мутона? Я не вижу мутона. Он меня видит, я его не вижу. Может, на снайпер? Нет, такого нет, такого еще. Ну, понятно, короче. Сучока. Ну, это тоже вообще баг. Ну, ладно, у меня птички нейтрализуют эту хрень. Но это баг. Восемьдесят восемь без карита. Смотри, мутон, он вдруг снайпер забрался. Так, вроде еще не должно быть никаких снайпов. Стандартно. Ничего нового там. Пять ходов. Мне надо продвигаться сейчас вперед. Одну гренку можно узнать. Вот этих вот накрыть сразу же. Да, там дальше гренка. Одной должно хватить. Там не так много кавер осталось. Понятно. 87, 81. Что там опять эксперты? Манипулия, анонаки. Везде понятно все. Да. Мешает Мишин. Все так и есть. Короче, делаем меточку на мутон. Вбиваем его снайпом. А там кем-нибудь. Лучше 99. Что-то я не доверяю 91. Ага. С ним разобрались. Ну и этим тоже за... Не, подожди, может быть, не имеет смысл. Ну, тут понятно, мы пытаемся вылечить и, надеюсь, лечим все, что есть у... Да. Медпакет не зря улучшили. Мне кажется, некем его вбивать. Кроме снайпа. Хотя нет, пехотинец готов. Может, тогда я смогу вон визу зайти и дальше продвинуться. Так, тут у нас перезарядка или не перезарядка? Перезарядка лучше. Здесь надо было датчик движения еще. Сейчас я ее узнаю датчик. Ага. Еще же один справа. Пупырь. Давай-ка с хан закинем все равно. Потому что мне не нравится. Там кто-то скриптовый, который падал. То ли сектой, то ли летун. Я не помню точно. Сектой, окей. Пак, который не пулится. Сектой подходит. Хорошо. Пол-хот. Мы его должны сейчас здесь забирать. Понятно. Они двигаются! Так. За дело! Я вот думаю, мне тратить сейчас ход снайпов или не тратить. Ну, то есть, первого сектой, да, я спокойно убиваю. Это понятно. Причем даже не пулечем. Надо кем-нибудь... Пулечем перезаряжаться надо. Ну, типа медиком каким-нибудь. Здесь вот я не знаю. Вроде как я спулю людей на этом кавере. Ой-ой-ой-ой-ой. И ВП-вирус переподписан 12 месяцев. Спасибо большое, ВП-вирус. Просто скоро упадут новые. Я думаю, что мне лучше потратить сейчас ход на перезарядки, чем пулить паки. Что мне реально тут людям... Не работают. Возможно, даже разведчик сразу направо переводить. Потому что там... Если я его проведу туда, то я могу миссию заканчивать уже, насколько я помню, с такой мобиль. С такой мобильностью. Да, лучше сразу. Хорошо. Перезарядка. Прицеливание. Перезарядка. Сейчас падать будет. Не, не падают. Слушайте, ну я могу вроде миссию закончить уже. Я, конечно, попробую сначала... Пострелять снайпами. И ушатать этот пак. Ну, чтобы... Блин. Ну что ж ты так, а? Давай. Там метки нужны. Возможно, даже надо было повнимательнее с гренками. Ну, этого явно мы могли снять. Кавер. И пострелять пулеметчиком лучше. Ладно, все равно. Надо основными ушатать этих двоих. Попробовать. Мотивирус поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Михаил. Да. Прошу прощения, что отвлекаю. Где поток на YouTube? И когда уже будет тымбар на ГГ? Удачи. Внимательно слежу за успехами по записям трансляции. Спасибо тебе. YouTube отваливается периодически. Короче, я пытаюсь этого добить. Медиком опять же добиваем. Ой, сможем ли мы убить двумя снайпами и пехотинцами? А, так мы мутоны убиваем, получается, этим 94. И снайпом плюс пехотинцем убиваем льтуна. Ну, я просто хочу полхода это сделать, чтобы идти в инвиз на случай, если там... Если там еще один пак. Без крита, потому что пехотинц схватит одного выстрела, чтобы его забрать. 4% крит. Давайте так, инвиз. А вот и цель. Ну, я заканчиваю эту миссию. То есть могу закончить эту миссию. Я думаю, не надо рисковать. Надо добегать. Поехали. А то сейчас мехтоиды попрут. Не хочу. Все. Закрыли Аню. У нас второй попытки его. Черт. Ужасный день сегодня. Просто ужасный. Я напоминаю, что у нас есть второй челлендж. Не использовать ни одного сейва, на котором всего там 20 с небольшим тысяч. Первым из Афели или на 80+. К мутонам побежал сдаваться. К литунам. Чик-чик. Нет, вы, я, вы не поймете. Вы хоть знаете, скольких из нас они убили. Литуны, конечно, тут постоянно принимаешь решение последний пак не убивать, и они тут постоянно мельтешат. Но как? Помогите мне найти остальных, прошу вас. Истеричка. Ладно. Великолепно. Великолепно, в скобочках плохо. Так, ну что, до базы мы сегодня доживем. Доживаем. Посмотрим сейчас, что за миссия. Ну, вроде через два, через три дня у нас уже база. После этой операции вся инженерная служба будет равняться на ваших бойцах. Ну что, может, пока не поздно, сделаем критового товарища из этого. Вместо второго овера. Как раз у него шанс крита. Давайте тактических, я буду на бонусный урон по криту. Снайп еще с локон лоудом. Плюс четыре, хорошо, девяносто один. Ну, не топовый, но не так плохо. И у нас появляется Аня. Видим все. Аня. Анечка. Аня у нас будет медикам. Аня же медик. Да, аня медик. Так, все тестирование проходит там дальше, да? Лаборатория генетики с одной стороны, но у нас Мелды очень мало. Улучшенное оружие Гауссом. В процессе. А Мелды нас, во-первых, и запрашивали, насколько я помню. На нас плав, плюс он нам на генку очень нужен. Наш моральный долг подготовить бойцов к тому, что их ждет. Эти люди, они же изменятся навсегда. Курлык. Ну, я тут Лемминга подкачиваю. Ну что, друзья. У нас 23 августа. Доделывается улучшенная баллистика, но мы не успеем к базе. Через три дня вылетает спутник. Фатик должен через четыре пройти. Скорее всего, я день буду ждать для того, чтобы туповый отряд дождаться. Потому что без того же самого разведчика, инвизного, мне на базе будет тяжело. Был уже террор, была инфильтрация в этом месяце, была миссия Совета. То есть остались сейчас миссии. Ну и две страны выходят. Мы можем, конечно, в ЮАР спутник запустить, чтобы он не вышел. В Мексику запустили. Но я думаю, что, может быть, даже полетим в этом месяце на вторую базу. В Аргентину или Бразилию. Вместо того, чтобы спасать страну. А уже в следующем месяце полетим на новую. Чтобы они ставят, мы забираем. Ставят, забираем. Так. Что-то я забыл. Ивепивирус поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Спасибо еще раз. Смотрю, вам выпал снайпер Дыча. Михаил, это победный трай-инфосаточка. Буризи поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает. Михаил, поздравляю с победкой. Покажи, пожалуйста, что Анечка нарандомила по псиперкам. Да, кстати, Анечка и псиперки. Анечка, Анечка, Анечка. Обратная нейросвязь, искажающее поле. Насколько я понимаю, было бы лучше, если бы был реген. Хотя, это деф для нее, для пси-атак. И, собственно, деф. Может быть, даже лучше, кстати. Да. Ну, не знаю, насколько. Так, давайте в пси-лабораторию попробуем отправить еще одного товарища, который не сильно нужен. Не сильно нужен, легко сказать. Ну, рокет-вдавайте. Сейчас как раз нам освобождаться будет. Плюс страховочный рокет есть. Тоже реген биополем. Низко-огромный. Террор. 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 Ну, террор в страну, которая и так, скорее всего, бы вышла. Но этот отодвигает еще... Ой, е-мое. Сколько у вас ресурсов-то, тварин? Вы на 160 пускаете инфильтрацию два террора. Как так? 93 у них ресурсов. Ну, да, в Германию нужно вписываться. Хотя бы косвенно снижать панику Великобритании и России. Потом 50 на 50, что она выйдет. Но смысл в том, что... Я возьму зонера сюда. Тем более он получит левелап. И он, соответственно, сможет взять вызов. Там ДПС у него дико поднимется. Да, медик. Блин. Городской жилой массив. Несколько сооружений в большой боевой. Городской жилой массив. Это у нас settlement, кажется, да? Это у нас settlement. Нет, поселение там. Городской. Несколько... Большая боевая... Urban Latch Traction. Клосквод. Urban. Вот и фронт. Нет, Urban Block. Нет, это Urban Block, наверное. Это Urban Block же, да, друзья? Нет, нет, не Urban Latch Traction. Да, это Urban Block получается. Он сказал сливать. Что там? Сливай. В смысле сливай? Просто не лететь туда или что? Тогда у меня же паника в регионе сразу. Все. А тут есть шанс страну спасти. Зачем сливать, слон? Какая логика? Ага, блин, слон, ты меня пугаешь. Go Discord, расскажи. Нет, я бы... Если ее можно слить, я бы лучше до базы долетел, потому что мы сегодня тогда не доберемся. Вот. Если есть возможность, расскажи почему. Почему? Потому что я не пойму. Почему я не пойму? Германии сливать не надо, говорит Сокол. Просто там же паника везде поднимется, по всему региону, на 18. Ща, говорит. Сейчас слон все расскажет. Слон это ветеран XCOM. Если вы хотите посмотреть, как надо играть в XCOM, смотрите слона, смотрите Medlox, Cosmicore, Atrodi. Все они есть, все они стримят на GGM. И вот как раз такие советы экспертов. Это очень важно. То есть, минус вписывания в Германию в том, что у нас не полетит топовый состав в этот. Ну, кто-то точно не полетит на террор. В смысле, на базу. Да, там часть вернется с прошлой миссией, это понятно. Но там же в Super Ranger, там же больше народу. То есть, кого-то мы не возьмем. Так, так, привет, слон, слон. Привет, привет. Какой ты спокучишь? Я вот пропустил, вот буквально смотрел там, YouTube, как тебя убили. Ладно, вернемся потом. Смотри. В чем проблема? Конечно, отбивать базу оленей хорошо. Но у них пока еще слишком много баз. То есть, даже если ты сейчас пробьешь две, у них останется еще две. Вот, чтоб держится, это максимум пробьешь. То есть, у них будет хватит ресурсов, чтобы опять тебя продамажить в два террора в месяц. Я понял. А они тебя так и будут дербанить. Соответственно, даже когда, ну, это тяжело. Здесь в идеале смысл в чем? Что, и плюс, на счетах штурмобазы. Первое, когда ты проштурмуешь базу оленей, первая причина, сразу там максится счетчик угроза. То есть, это повышает риск штурмобазы. Это первое. Соответственно, чтобы избежать штурмобазы, надо просаживать оленей по ресурсам. Если ты пробиваешь базу, ты оленей по ресурсам не просаживаешь. Не мешается инком, но довольно-таки слабо. Повторите, я вас не понял. Если ты даешь им построить базу, ты их просаживаешь по ресурсам на следующий месяц. То есть, в идеале, ты отдаешь им террор, да? Паника повышается, конечно, на консервене. Но тут же базу отбиваешь. Паника обратно снижается. База, кажется, приносит типа двадцатку в месяц, но ее строительство обходится в 50, если я правильно помню, да? Ты про это говоришь? Да, именно. Поэтому в идеале, чтобы вообще не было у тебя штурмобазы, гарантированно. Постоянно сдаешь им страну. Лучше у доктора Валенс, спросите. Две базы надо отдавать. Я снижаюсь, я снижаюсь, я снижаюсь, я снижаюсь. Ну, вот у меня две базы получаются. Ну, сейчас смотри, ну, да. Но сейчас смотрите, какая ситуация. При этом все-таки количество их баз надо уменьшать. Потому что тот диабаз, который у них остается, он все равно дает инком. Да. Вот, поэтому в идеале сдавать одну базу, просаживать их на полтинник, выносить две. Когда у них не останется баз, тогда отдаешь две, две же отбиваю. Хорошо, сейчас то, что делать? Ну, я сейчас просто, ну, не знаю, может просто не птеть в Германию, оставив состав, не вгоняйся в фатик. Ну, все, а давай им спокойно Германии. Или можешь съездить покачаться, если ты хочешь покачаться, ну, не выпирайся, а потом отдай их мирно. Вот, и, например, можешь сразу же потом пробить в Германию или в Мексику. Если ты успеваешь пробить две базы, в этом месяце пробивает тебе базу с фатикой. Я понял. Не так это страшно. Я понял. То есть, пробей Мексику и Германию. Сейчас слей Германию, пробей Германию, пробей Мексику. Слушай, а действительно, если я сейчас сдам, страна же выйдет до окончания месяца, если я ни одного мирного не спасу, и тогда я Европу могу вернуть, тогда получается, да? Да. И, соответственно, паника накатится за то, что ты слил террор, и откатится за то, что ты отбил базу. Понял. Все, отлично, спасибо тебе за это. И по риску арестанных просадишь. Класс, спасибо большое, слон, за разницу. А теперь, если как бы там тоже спрашивайся, я подключусь, если будет интересно, нужны будут спойлеры по базе? Хорошо, спасибо. Или хочешь сам поупражняться, сам решай. Ну, я насколько понял, первая комната, обязательно густые дымы. Самое сложное как раз инвизным разведчикам вот пройти вот первую, одну и вторую комнату, потом уже снайпов ты расставляешь, там огромный коридор. И дальше стандартно снайпы просто работают по этой длине. Смотри, есть, ну, да, пару китостей рассказать, просто есть два типа карты базы. В первой намного сложнее первая комната, потому что там может быть до трех паков в первой комнате. Поэтому обязательно первым действом, что ты делаешь, это сканешь. Вот, просто вот эти же сканешь, где они находятся, вытаскиваешь их через сканер, думаешь, как правильно сделать. Второе. Есть синтакли. А, точно, да. Поэтому вот простое выбегание, посмотреть на врагов, можете кончить очень плохо, просто прилетит заряд плазмы в лицо звездец. Поэтому я настаиваю на ошейнике реаниматоре. Понял. Потому что потеря миздного скаута случится может очень неприятно. Я понял. Иногда приходится отступать через Overwatch и поймать рефлексы 7% тоже на изич. Да. Вот. Теперь хитрости паки. Там есть в чем прикол. Так. В одной карте довольно легко проходить середину базы. Там можно базу разделить условно на три части. Первая комната, длина и командирский пак, командирский комнат. Соответственно, в двух типах баз там разные сложности в разном. Вот. Но... Ну, а то, которая сейчас будет. Нужно очень знать, что есть хитрости. В каждой базе есть точки прострела, которые простреливают снайперами. Там пол-базы. Угу. Считай, можно стресс по практически до командирского пака достать еще себе. Вот. И есть точки для инвизиных скаутов, которые давно уже известны. Угу. Вот. Если хочу, я тебе потом могу подсказывать, где эти точки находятся. Конечно. Сам-сам-просто или будешь сам. Ну, я потихонечку буду искать, потихонечку. Угу. Вот. И, соответственно, второе. Зачем нужны гренки на базе? Угу. Угу. На базе иногда бывает проблема в том, что нету фулл каверов на длине. Угу. Или, например, когда ты сидишь, ждешь врага, тебе просто нужно, чтобы скаут подсвечивал подходящих оленей, чтобы их отстреливать снайпера, а пол-каверов нет. А стоять очень неприятно, потому что особенно флоутеры и никтоиды очень часто подкадывают так, чтобы выскочить, и они дострелили до тебя. Угу. Угу. Особенно любят это делать флоутеры. Это у них любимое развлечение. Они там пять ходов ничего не делают, а потом находят точку, с которой твои снайпера его не видят, и следующим ходом напрыгивают на твоих бойцов. Угу. Ясно. Там есть хитрость. Если ты видишь лоу-каверную стену, а за ней как бы большая арка, то вот можно взорвать арку бомбить. Наверное, ты сломаешь лоу-кавер, а останутся в фулл кавер. Ага. Плюс ворота, большие проходы тоже желательно рвать с гранатами, тогда увеличивается… Да, вероятность, потому что… …выжь, которых снайперы видят. Да. Вот для этого нужны гренки, грубо говоря. Вот. Потому что ракет на это тратит жалковаться, честно говоря. Понял. А гренками это хорошо работает. Брать, соответственно, в моем случае пару даже медиков. Одного прокачанного, другого реаниматора на всякий случай, чтобы не терять. Ну, в смысле, надо брать плотные дымы и реаниматор. Я понял. Ну да, класс. А в данном случае у тебя плотные дымы и ты медик, то у тебя получается два медика. Не, у меня есть, кстати, инж, кажется, с плотными дымами, поэтому… А, нет, он… Если у тебя есть сканерный инж… А, ну, сканерный инж… Ну, не знаю. У меня есть и такой… Сканер тоже очень хорошая вещь. И такой инж есть и такой есть инж. Какого взять? Ну, смотри, самое главное, что, как минимум, вот, количество снайпов варьируется от трех до четырех, все по-разному катают. Ага. Я, когда ты вообще в два снайпера базы катал. У меня тебе обязательно нужен пулеметчик, да, тебе обязательно нужен реаниматор, и обязательно нужны плотные дымы. Угу. Рокет еще, естественно. И рокет обязательно тебе, да. Да, понял. Остальное варьирую уже, собственно, по собственному стилю прохождение. Понял, спасибо большое. Сейчас, очень аккуратно в первой комнате. Ой. Спасибо, Сокол. Про дренолу тебе рассказывать не буду. Встретишься, как встретишься, ты скажи, я тебе подробно скажу про эту подонку. Хорошо. Я сдаю тогда Франкху. Получается. Все. С чистой совестью. Допросит меня, Сокол. Если что, я буду пенять на тебя, поэтому… Договорились. Я пока покину, если что, свести, я подключусь. Большое спасибо тебе, Слон. Друзья, скиньте, пожалуйста, ссылочку. Давай, дальше. Да, спасибо. На канал Слона. Надеюсь, он будет стримить в ближайшее время и покажет, как надо. Хорошо. Вот. Я сдаю Сокола. Я сдаю Соколом. Сокол, прости. Нет. Нет, Соколик. Как так? Ну, вот так вот. Я ни разу террор так не сдавал. Вообще, на Слон говорит, значит, надо… О, Пси. Тоже успех. Ничего себе, какие шансы. Ах, вы молодцы какие. Баллистика доделалась и… Германия выходит с XCOM в Европе паника. О, ядрить. Ну, ладно. Спутник выходит на орбиту, сейчас база. Похищение, да куда? Среднее, окей. Ну, не дают мне на базу слетать. Ладно, берем снайпов на эту карту нулевых, имеется в виду. Раз, два, три. Проверяем, что у нас снайпы есть. Раз, два, три. Четыре. Ну, там фатижный должен выйти. Три дня, два дня. База завтра, ну, фиг знает. Этот без… Без выборочного прицеливания… Не, ну три снайпа есть с выборочным, так что нормально. Черт. Спутник в Германию запусти. Да, надо запускать спутник в Германию. Прямо сейчас. Ключ, что у меня есть. И как раз ты успевают за пять дней с фатига вернуться. Ой. Да, Рада, сразу запускает все правильно, все правильно, да. Я понял. Сюда мы идем на басами. Главное не раздербанить тут броню и все остальное. Мне кажется, даже… Сюда имеет смысл… Не, ладно. Трех снайпов хватит. У них нет просто выборочного, вот это меня беспокоит. То есть у них просто у всех урон снижен. Давайте. И надо кого-то к ним приджонить. Понятное дело, что медика надо брать даже из топа. Ну, не самого, а вот такого, видимо. Да, надо брать с густыми дымами медика на всякий случай. Надо точно брать Рокета, может даже вытаскивать его из… А, нет, у меня есть псих Рокет тоже. Который с пси-способностями, который уже регенерирующее поле дает. То есть восстанавливает здоровье, снимает яд, что там оно еще делает. Восстанавливает научка здоровье. От критов нет, от отравления. В общем, такая ауешечка. Блин, может разведы докачать реально на этой карте? Именно под криты. Потому что на базе он мне не нужен, а вот следующие местные миссии может сильно пригодится. Возьму топового пехотинца какого-нибудь из… Один, скорее всего, у меня пойдет на базу. Вот этого возьму просто, чтобы держать напругу. Ну, 86 точности. Автомат Гаусс, их должен кто-то пробивать, правильно? И, конечно, имплант-респиратор, хотя он не абсолютник по точности. Пулич у нас один на базу идет. Вытаскиваем того, кто есть, к сожалению. Единственное, что я выдал бы ему Гатлинга, учитывая сравнительно открытый тип карты. И выдал бы датчик движения. Этого Ешкады позволяет нести бойцу крови достаточно стоять на соседней клетке. А, на соседней клетке. Понял. Ну и последний вопрос. Это либо развед для, повторюсь, прокачки под сложные миссии под увеличение крита. Потому что он реально, хоть у меня и один, но в сочетании с неплохой точностью в ударе «Одинокий Волк», он прям хорошо бахает. Просто добивает, делает там 3-4 выстрела за ход. А скоро у него будет еще марксманская винтовка. Я, пожалуй, возьму его. Лазерная марксманская, марксманский прицел. И, может быть, даже... Тут, конечно, сканы еще пригодились бы. Участок дороги, потому что непонятно, кому идти. Ну, типа сейфового можно взять инжа. Снайпового он. Ой, в смысле, сканищего. Но он у нас... Один. Он у нас один. Совсем один. Не, разведчик, короче. Разведчик. Вопрос только в... Брать ему скан или не брать ему скан? С одной стороны, ему... Полезнее будет какой-нибудь имплант или даже базовый прицел. А, Аньку же надо качать. Едрить. Да, на среднюю возьмем Аньку, пожалуй. Анька пулеметчица. Где она там у нас? Аннет. Да, давай так. Оснащение... Да, это ж типа не такая сложная миссия. Ей обязательно ошейник. Обязательно... Я бы здесь... Ей здесь сделал еще защиту из сплавов, на самом деле. Да, и пока не забыл, я прям штампанул защиту из сплавов. Сегодня началась новая эра истории человечества. Сегодня началась новая эра истории человечества. Ой, Хитин. Да, мы победили последних пришельцев. Но что теперь? Хитин. Хитин это лучшая защита. Грячка здоровья. Ну хотя там ближний бой. Но ради хита столько переплачивать. Не, я думаю нужно. С этими технологиями. И они погладят. Сделан хитин. Сделан хитин. Сделан хитин. Зависит. Лучше находиться вообще на старте, там где... Поступило уже несколько сообщений, что в одном большом городе видели пришельцев. Камеров вообще нет на старте. Нам надо срочно обеспечить безопасность района. Но зато Вижн прекрасный для снайпов. Но все равно датчик движения и внимательно... Рейджер подходит к точке назначения. Рейджер подходит к точке назначения. Окей. Штурм один просит разрешения на высадку. Вас понял, рейджер. Пока поблизости не вижу. Ой, смотрите, пси начала работать. Не подставляйтесь. Пак сразу. Два человека. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вводим раз. Снайпы в разные точки. Два. Учитывая то, что... Нет, этого снайпа тоже сюда... Уольф.десел поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Чемандер. У тебя есть еще один челлендж. Да? Ну да, у меня остался еще один челлендж. Все, так и есть. Короче, я не могу подойти к первому каверу, потому что я с пулем. Там два человека. Надо держать... Ой, Анька. Такая смешная. Я же забыл, какая она клевая. Риск был подходить даже до кавера. Сынмены хорошо. Мутоны, ну, такое. На всякий случай датчик рубанул. Потому что самое сложное, это именно... Нет, смотрите-ка, здесь не с пули никого. Анька прячется. Уже иду. Уже иду. Уже иду. Уже иду. Уже иду. Кибердиск у нас прямо по курсу, но кулич уже стоит, нормально. Бз-бз-бз-бз-бз-бз. Эмутоны. Ну, ладно, выходим. С Богом. Открывается кибер и один дроид. Кулич видит только дроидом Ну, закрываем Снайпом кибер Проверяем, видишь, видишь, хорошо Ну, я думаю, мы 10 хитов снесем Кибердиски я еще не вскрывал, но вот очень хочу Плюс 2 получить еще против кибера Да, детка Опасно Ну, ничего, есть страховочный рокет, если что Если мы сейчас не пробьем его и пехотинцами не убьем То можно будет ракеты добить Не, нормально Все, а дальше, собственно, этими нубасами-снайпами Мы всю карту должны Должны чистить Здесь на всякий случай сапресс, я боюсь, что мы можем Не попасть ни одним, ни вторым Тут бы подойти Так, чтобы в следующий раз хотя бы Атаковать Анечка у нас качается по миссиям, да? Хорошая, молодец какая Анечка надо держать, типа, в центре, но поодаль Давай, давай, Аннет Молодец Насколько я понимаю, для того, чтобы прийти к концу игры Тебе нужен псих максимального уровня Учитывая то, что психи появляются вот только сейчас И вместе с Санькой они появляются Проще всего, быстрее всего Ее докачать Ой, 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 там прям пак Я не могу сейчас идти Я не должен туда идти Чередами перезарядки и быцели в нем Одно, что тут пул может быть Я даже вон туда не хочу доходить Не торопимся А, тебе кроме этого челлендж повесили Какой челлендж? Последний шанс I want to be leave Пройти ЛВ на текущей сложности С любым количеством сейфлодов На финалочке должны явиться агенты Фокса Малдор Приню май, конечно Интересно Ну, я не уверен, что без челленджа Ну, в смысле Да, вы понимаете Короче, потихонечку проходим Раз и в следующий ход будем пытаться Пока перезарядка Здесь прицеливаемся Прицеливаемся Перезарядка Перезарядка Вообще, по-хорошему Лучше два прицеливания Ну, прицеливание Сделать Перед тем, как идти вперед Пехотелец Потому что Скорее всего Скорее всего Спасибо, красавица Спасибо Я быстрее Что за шут? Попробую пехотенцем за фулковый Спулить пак Вот здесь он хорошо будет стоять Сбогом Не видно Тебя сюда значит Мы можем спалить Приятное А у меня есть выбор Крестеричка Пселники вообще По моему представлению Должны быть Очень спокойными Потому что Ты знаешь Значительно больше Чем остальные Как правило И ты должен быть стабильнее На самом деле Хорошо, что они не появляются Пока что Последнее, что я хотел бы сделать Это выставить руки-то так же, как и Ну, вот так После этого В принципе Можно уже Бежать вперед Полин Пехотенец идет вперед Двигаюсь на позицию Ну, как без канов Плохо, да? Так вот Спешу Где что-то такое? Буду начать Пусть только швеню Сканирую Но они сразу За Кажется, мы здесь не одни Не, выходит Отлично Политоны мутоны Но А какие там? Там милишны, что ли, мутоны? Так, давай Еще один ход Еще один ход Пусть только швеню Не хочет Ладно, что ж поделать Поехали Поехали Да Ясно Занимаю оборону Блин, без канов Конечно Труба Вылетает Вижу мутона Два летуна Мутон Минимум Что я не вижу Какой зеленый Вроде мутон Ага Вообще Никто Никто Никого не видит Фулл кавер Мутон У него Какая-то еще Защита Что это такое? Бомбардировка Зов крови Огневая поддержка Деф Видимо Подрос Мы не видим Вот так лучше Скорее всего Дым закинем Хотя бомбардировка На самом деле Это Это уже Очень Очень И очень Опасно Овер Медика Сюда Закидываем Дым Ну и ясно Не уверен Что достану Надо было Проведаем Кидать Прицелиться Лучше Да Медика Не достала Дымами Овер Прицеливаемся Ханкер Прицелимся Прицелимся Прочит Дым Овер Вот Есть Вот он Выбегает Блин 40% Давно Что Фулл кавер Блин И он Видит Меня Рычит Ры Говорит Летун Да и готовность Ну окей С летуном Как раз Все понятно Ушатываем Его Потихонечку Вот он 66 Я бы попробовал Конечно Его Хотя бы Подрагить Мы сейчас Наверное Меточку поставим Попробуем Снайпом Его пробить Давай Сопресс 16 хитов Он Очень плотный Давай 76 С критом Главное Пробить Чуть больше Половины ХП И уже Пехотинцам Можно Почти Пехотинец 50% Увы Понятно Понятно Паникует Ну Надо Видимо Выводить Дополнительно Снайпов Продолжать Сопрессить Пытаться Наносить Урон Я наверное Даже Выцелюсь Одним Снайпом Перед тем Как Ну короче Не тратить Этот патрон Здесь Вставляем Сюда Тоже Выцеливаемся Этим Тоже Прицеливаемся 56 Это Несерьезно Перезарядка И овер Чтобы Он Не должен Попадать По Фулкаверу Под Сопрессом Будучи Немножко Раненым То есть У него Где-то Меньше Десяти Процент Хорошо Сопресс По-моему На твоей Стадию Матону Перв Приспособление Съясни Тоже Ты что К чему Вот это К чему Уже Хорошо Уже Пробили У него Уже Меньше Полного ХП Соответственно Там На десяточку Растет И Я бы Сейчас Завел Снайпов Наверх Для того Чтобы Было Больше Неточности Даже Нестолько Точности Сколько Вижу Нужно Вот сюда Подвести Есть Определенные Риски И Риски Лучше Не делать Это В конце Хода Вот так Никогда Скана Очень Не хватает Надо было брать Войфингмана Еще справа Надо сначала Попытаться Пацанами Право Уйти Ну Хотя Было До Этой Синей Машины Чтобы Ну Да Подсветить Ладно Пулич Сюда Здесь Вроде Допрыгиваем Опять Подходим Ближе Окей Хотя Лучше На левую Линию Ставить Потому Что Там Тогда Им не будет Часть Машины Мешает Надо Пострелять Да Ты Не Можешь Уже Сканируем Буду Настороже Здесь Занимаю Обороны Сейчас Надо Одну Клеточку Снайпак Провести Даже На две Вот так Все Этот Соответственно Запрыгивает У нас Тоже Дальше Мы Выцеливаемся Учитывая Среднюю Сложность И Размер Пака 2-3 Я думаю Мы Должны Уже Весьма Весьма Неплохо Снайперми Работать Сейчас Пойдем Грузовику Пехотинцам А Мутоны Слева Так Плохо Подходим Раз На половинку На половинку Подходим Два Чуть Прицеливаемся 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 Есть еще Три густых дыма Приказы Все Все нормально Пулим Не пулим Хорошо И пулеметчик Подводим Можем спулить Конечно Но хорошо Что этого Не произошло Ты сюда Там надо Сокращать Я пошел Там осталось Два маленьких Пак-пак Кажется Мы здесь Не одни Кажется Никого Поехали Выдвигаюсь Ладно Есть Выполняю Вам виднее Где же Вы Представляете Сейчас бы Скан закинул Уже начал бы Заранее работать Какая лепота Доезжешь Два пака Сразу Милишный Мутон Ой 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 Ядрить И мы Конечно же Не видим Лишь Мутона Естественно Шреда Прям Сто процентов Это Триндец Какой опасный Кадр С удовольствием Пошла Шреда Возможно Снайпы Не смогут По нему Стрелять С такой Позиции А так Есть Пах Надо Выводить Его сюда Надо Вот Сюда Прям Выводить 48 Что Что Творишь Отступать Через Приказ Отступать Через Приказ Блин Ковров Нет Поехали Ступаем Так Пехотинец Идет Назад Сюда Слушаюсь Потом Приказ Нем Да Как 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 Ты Его Не Видишь А Видишь Он Не Приключался Ох Друг С главной Попади 88 Триндец Ролин Бежит Что Успеет Подпулич Не Успел Подпулич Снайп Видит Да Я Жму На Тап Не Работает Тап Понимаете Не работает Тап У меня Уже Все У меня Уже Травак Уже 66 Нормально 90 11 8 Пожалуйста Уже нет нереально просто нереально надену то он еще живой ракета пошла выполняю такие нервы ну я реально вывожу медикой нажимаю этап а он не переключается то есть все типа одна видимая цель ты разорвешься придурок вот он бежит на овер 66 крит добро давай тоже к машинке давай ближе ну ладно мне хоть и господа достанется бах ой даже 2 xp достанется снайпы не видят ты видишь ты не видишь ты видишь чему штанечку тогда прокачаем но вера нет поехали здрасте молодец еще один опрыгался молодец я в шоке игра сплошные эмоции просто великолепное владение ситуации командир так rocket house 82 точность хороший ракет до связи командир снаружи гаусс изначальные наблюдения за освобожденной заложнице ну что база так миш получается мы после воды больше никого не посередине только страну спутник выходит вот моя первая база нормальная ядрить дожили прогресс сэйвом загружается google и внимание диспетчер есть у нас птичка поблизости стриме цокал путник дельта 2 входит зону готова сэр вижу его готова сэр пишем а пусто нет этого не может быть я же поздно я знаю аналдом тепловизор а без команды дайте другой ракурс ё-моё какая здоровенная ба вижу свяжитесь со всеми наземными отрядами рядом с этой в таком сооружении столько всего можно найти кстати интересно чем они там занимаются думаю что скоро мы это выясним так базу нашли а как нам попасть внутрь давно жду этого вопроса молчал все это время до кристалл изгоя ой штурм базы напасть на вашу пришельцев базу принять поехали так она супер рейнджер есть ой слушать а тут много народу раз три четыре пять шесть семь восемь девять десять десять человек хорошо плюс 2 и так ой это у меня потяжный разведчик не успел выйти блин чё делать медик 1 медик реаниматор 2 почему германия не мексика подожди же да у нас это мы там а какая разница вы думаете у нас 25 августа в августе 31 день через сколько база пропадет то есть я смогу уже база отлично попал давайте посмотрим я не уверен что мне хватит времени то есть у нас есть разведос два дня а не пропадет пока спутник не сломает но если я жду дня я получаю два дня я не получается не успеваю сфатига остальными выйти база пропадет когда спутник совет я бы хотел просто в этом месте два раза базу штурмануть а это можно сделать только лишь если я плечу не позднее двадцать седьмого но и пифатично пойти а второй раз на базу кем и пойду он из ранения после потяга не вернется так что тут кажется выбора мне нет либо я иду на одну базу без разведчика либо я иду на одну базу в месяц просто они где на вторую базу и потяжными первую базу а типа потяжными бойцами ладно поехали ждем пару дней когда вернется разведчик орлица ее зовут ученый на пленного пожалуйста а вот и дестор вот и дестор так у меня же здесь точности есть да а у ворота еще нет противодействие 8 дней бронебойные два дня у нас точность хорошую ворот не очень приближаюсь к цели уходим отсюда обнаружен объект открываю огонь чили глимка вряд ли так не только словом дело такие кики на выхожу на цель выхожу из боя обнаружен объект и попаданием еще бы ворот 15 вообще был замечательным сейчас десторище собьем кажись он попадает ой как же он мочит вообще я буду пытаться конечно его догнать и попинать там осталось где-то три выстрела всего лишь наш не улетай сволочь давай виду противника приближаюсь к цели было отступать ну попади еще разок сбили вроде нет я убил объект иглами в агре да прикольный дестройера шатает несмотря на меткость надо у ворот пятнашку пытаемся иглами до пробивать на дмитрий михайлов точно челлендж давай ну уходим отсюда чужина лазерка было так мне советуют иглы вперед у них уже армор подрос я их не пробиваю как раз бронебойные пойдут час ну еще разок есть уничтожен причем не сбит нужно срочно переводить сюда там а а а а а а а а а него кстати денег много дает по карлице дамы бэбы подчеркивание любила и жал ваш канал на 100 рублей и сообщает ну это на удачу спасибо большое пандополу вернулся развед не вернулся экзальт оставил нас без и опять блин мексика ну надо отправлять сейчас уже надо отправлять первых можно халяву типа пройти во вторых можно панику снизить в этом регионе после того как мы базу отобьем типа если отобьем базу когда же вернется разве отношу когда же наш развед вернется бронебойные в два раза увеличили пробитием дислокация воздушного судна завершена южная америке тут какая-то непонятная сколько и там осталось четыре часа си неудачу первая неудачу на пси закидываем все лабу да рокетов дальше всех рокетов сначала подтестим низко-большое похищение да хватит сел похититель 20 плюс 4 если маршрутка или отдавать им собирать против базы начали и дислокация воздушного судна завершена разведчик готов ну если что в мексику пошел разве панцирный бронекостюм лазерный пистолет а шейник и может быть для мобильности мы не будем брать ничего медик реаниматор его вообще сзади нужно держать вполне вероятно взять может быть даже две но побольше аптек потому что он не боевой но очень важный естественно топовый медик должен прийти еще вот он готов густые дымы винтовочки лучше на аптеке три снайпа топовых снайпа с выборочным прицеливанием с пусть будет пока с пастельгой может быть кстати пастельгой разведчику дать прицел бы еще 5 сделать как момент 99 этому прицелу не будем давать 1 2 3 4 5 6 еще 4 человека точно топовый пехотинец точно рокет точно пулич да да так фаланга дал снайперам я в курсе не прошу советов мне лучше начинать с германии понимаю что потери не будет насильный состав для важной страны а что южная америка бонусы мне не дает мне 20 кораблей я там по деньгам столько же сколько и на этой потеряю пулич наверное гатлинга все таки учитывая дистанции датчик движения возможно с этому не ему а разведчику все таки медкомплект здесь точно не нужен может быть даже ему прицел потому что у нее дабл тэп сайлась в подчеркивании рр поддержал ваш канал на тысячи рублей и сообщает аванс подполью за сегодняшнее успешное прохождение базы так нам нужен еще дмитрий михайлов по условиям челленджем давайте пулеметчик агидаги кажется челлендж делал на дмитрия михайлова взять базу пришельцев не позднее 3 сентября игрового времени у нас август штурмы должен при приучить принимать участие дмитрий михайлов что-то идет первый трай понял хорошо так дмитрий михайлов я возил пехотинцем но видимо там девочки одни блин вы серьезно ну значит снайп давайте еще внешний вид вот он будет дмитрий михайлов как раз дмитрий дмитрий мих не по месяцам фамилия ладно михайлов соответственно внешний вид у него фирменная должна быть прическа из первых с чем и двадцать седьмая кажется нет двадцать седьмая вот он семнадцатый и цвет цвет волос вот он разведчиков даем скорее всего пусть и льгу скорее всего датчик движения а этому как раз выдаем последнюю панциру ну все друзья они опять нет да привет кукурузер я думаю игренки и рокеты поехали база пришелся ох штурм один готовимся к высадке вот скелетный ключ что-то вроде отмычки которая пропустит вас на базу чужих права на ошибку у нас нет надо делать все сразу и как следует что у нас даже псих есть или генка там мне кажется никого нет генки были нубасами что-то хотим сможет с людьми надо будет взорвать это место к чертовой матери продолжаем движение противника мы пока не видим но расслабляться не стоит похоже пришельцы готовы оказать сопротивление и уже сейчас стягивают отряды ядрить что-то так датчик паки могут быть слева вот в этих закутках здесь могут быть легко стрёмно я оказался внизу комнаты никакого вижена нет здесь могут быть паки друзья да именно там горят так а здесь фулл каверов нет то есть инвизор у меня не особо слева практически всегда пак вы что вы что серьезно по клеточкам пока ровненько все вот нет это что такое нет там не вроде никого нет они там есть говорит хочешь пугаетесь ты меня так а замок другу нужен так то есть реально я вот на этом респе не это самое балконы с людьми фулл ковра да я понял просто мне нужно долево проверить балконы с людьми не дыши говорят хватит меня стращает слышать не могу конечно скан кинуть но мне кажется что это расточительно немножко и все-таки прокинуть на старте не по-хорошему разместиться где-то здесь там слева никого нет мне всегда повод заспавнился на прямом выступили ты пешнулся в левый класс 1d3r поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает может лучше завтра на свежую голову подходим разведчиком аккуратненько слева никого почти всегда есть говорили эксперты ненавижу вас похоже мы нашли куда он точно сейчас дождите кто это у нас говорил таким мерзким голосом они там есть говорит дэн пихто дед пихто вот вообще все вставляем пацана все дам ну да вот такие вот у нас людям как бы соображал коне не работает андре аниматор медика на ночью убрать двигаюсь в указанную точку он взял поставил медиком сюда пожалуй ясно начиная движение что такое никакой ну реально вот рокета не не поставил просто кибердиск летуны да тут пол сотни врагов секторе так ладно живем над наверно по низу как-то через инвизу жить и вот эту тему проверять может быть второй датчик пока что для того чтобы понять как она там на это полукавр на пол только вот эти вот хреновенько хреновенько миша так первый раз на базе то есть я был в одном из активной войне кажется разок да здесь но все было весьма поверхностно черт реально полу коврена ладно пробегая сюда максимум инвизу полкова впереди пока я не вижу он может конечно там быть я наполовину подойду но там его тоже нет судя по всему хотим еще ближе если и должен кто-то принимает он проверим правый закуток а а а а что у меня тут кулич не очень хорошо стоит уже я пошла и этот медик вообще вы спрятать так ну что тут будем ли мы тратить последний датчик я бы не хотел конечно тем более могу отступить справа никого окей помним про тентакли жесть не начало начало вроде вроде нормально кибердиск нам да наверное влево 6 передислоцироваться и открывать именно левую 2 может конечно чекнуть справа на всякий случай типа открыть посмотреть одним глазком но так там нужно конечно сюда бежать так окей надо бинжа подойти чтобы он мог снять вот здесь вот кавер да да я понял что это было вот если бы был пак был бы уже минус кауф а что типа я на пробеге на молниеносных 7 процентов 5 процентов ловила куда без без хамелеона понял что опасно и брить элитные мутоны два михтой да что 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 охренеть два зеленых один элитный и два меха а тентакли это не овер это ход противника он в инвизе бежал тентакли не сработает окей ты убежал из лоу кавер остался вежене агрессер бэмбла паскаут да там же не могло быть а да могло быть могло быть ой ребят короче я не знаю внутри тремясные память даже близко это не убью никак густые думы это круто конечно я думаю надо подвести пока не поздно инжа возможно даже отступить пули чем медик лесом рокет ближе возможно даже одного снайпа слева дмитрий михайло поставить ближе к центру тогда у него будет больше цели на ну из-за того что нет не больше что поехали такую стрём сразу на базе судя по всему плюс два плюс три тиры идет сразу потому что элитных мутонов я даже в помине не видел раньше подожди может идут у них тут все ок элитного бахте вообще тут мне дымов не хватит банально может имеет смысл даже снайпов выводить направо сюда что до них не добегали они будут знать откуда стрельба кстати стреляя говорит что вы со мной творите ох ох подожди может их на миссию вызовут и потихонечку короче я понял да чё ссать то да работаем у меня а у 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 неслась за 4 стом трендец у них это провал все я пострелял я пострелял я пострелял вообще в теории они добегают нам вот он убежал этот элитный в другое место не факт что добегут значит бегают надо кидать дым какой-то вот такой по крайней мере он и молиться задымление спокойно вот он лежит на меня сдано поэтому еще один они стоп-стоп ну дым как бы зря вы понимаете хочу кулич а есть все тогда топ-топ я думаю по второму надо чекать надо проверить что снайпы как они будут критовать не критовать пусть вот сделал критует критовать пробуешь если может снесешь то может 2 постреляем еще охренеть урон я очень силен прям не знаю меня не остановить серьезно под шрадой 8 7 ладно но мы кто это забираем дым пока работает но они вообще добегают до до они до снайпов добегают если бы сейчас еще один дым трачу хотя мутон не до не добежит мех тоже я забейте он готовлю разведался может быть разведчик надо было убирать да я ни разу не критану кстати так справа вижу нет это не добегает перед хорошо там три мутона и отбежит вперед стоп а так вопрос внимание вопрос вот дефак то есть имеет ли смысл например мне тут жахнуть рокетом что там сразу троим мне кажется рокет очень хороший вариант прям шикарнейшим поехали пошла 235 серьезно серьезно 2 3 5 ну 5 это очевидно увеличенный урон по технике от них той да может блин скан все-таки один можешь снайп хоть какой-то пострелять да надо скан кидать причем инжем причем надо как-то кинуть чтобы попасть вот так получается гляжу в оба кто-нибудь видит еще нет 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 ничего не видно вариант гринк снять стенку ё-моё может этими пацанами отступите мне так не нравится здесь стоять улыбаться под подмехом ё-моё если огранку сделаю то точно вижу появится и у меня и у них варианты вообще без палец тратить дымы на рандом выйдут не выйдут это вообще неправильное я снова в строю ну как мне бесит эти полу кавер вообще все побегут блин первые четыре человека пять человек твоих убил справа вот-вот-вот овер все теперь вот теперь уже все потому что мех должен побежать на меня он увидит да ай без дыма гг слон рекомендовал реаниматором на миссии брать я кажется понял зачем стоп он взорвется меня убьет сплэшем и он кажется взрывается без урона в отличие от кибера учти что ошенник работает только один раз на сажива дискаут да там потерялась она был надеюсь взрыва не будет подвинул мне труп разведался ой 10 по этому тона можно бахнуть не овер еще но ходы есть на самом деле скаута я потерял зря абсолютно зря я живу не возьму на следующую базу как инвизного скаута станчика мы будем видимо там развалится просто ездить ах ты паникер а ах ты тварь бежим за ним да прям бежим ломаю первый пак минус разведчик и база конечно жирный кибер диск справа реанимируем вставай тряпка снова и дурак мой дурак смена магазина дмитрий михайлов со сильным а я мог подлечить его сразу еще надо естественно птичка потратить что-то установить полученный медпакет работает так есть еще один заряд я не знаю как новенький но видимо надо подтягиваться снайпов пока оставлю я не знаю как они им будет мешать немножко эта хрень стрелять но видимо следующий вот здесь надо проверять и за стенки тоже следующий пакет жопа просто жопа ясно ты мне на литвы приступаю справа никого подходим двери что у нас здесь по размещению бренджи должны быть люди можете не подходить даже ближе может быть даже не подходить ближе выполняю потом нормальных укрытий во первых я не наблюдаю ты за этой штуки в принципе снайпы если их я пошел чуть-чуть сюда перевести то есть правее как писал эксперт он видимо имел ввиду другое естественно конечно же есть выполняет готовность номер один я начинаю наблюдение да вот рассосе сколько есть блин это же может быть фанк лучше так наверно сначала а тут возвышение такое да окей я понял на правую часть не контролю вообще никак возможно парочка перевести направо на случай если они будут выходить из этих из двери и справа будет сделано смотрим андердарк поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает хэй михаил привет добрый вечер добрый я снова вернулся из казани эмоций куча впечатлений тоже морально и эмоционально я истощен дошел наконец то до тебя на рекреационный стрим по моему состоянию добрый добро пожаловать андердарк короче вот здесь скорее всего пак у нас потому что он прям звучал звучал может датчик вот сюда главные снайпов довести короче давайте датчик никого нет алё не может быть ясно да прям по курсу ё-моё так я вижу милишного мутона двоих какой-то здоровый милишный мутон трёх литонов там вообще шесть человек судя по датчику да раз два три четыре пять шесть четыре литона два мутона два милишных мутона так что нам делать чтобы стрелять снайпами нормально нормально я думаю надо все-таки кого-то выводить вот сюда ну вот сюда вот имеется до разного возможно даже одного снайпа сюда перевести тут у нас кавера просто не хватает в чем дело ту-ту-ту-ту-ту оставляем блин или не разделяться не разделяться нормально стоим пробитая хрень не они точно справа кто-то пойдет прям сто процентов не как вариант просто снайпов вот сюда вот и принимать пацанами здесь да давайте лучше открыть обе двери и снайпов на обе длины понял все таки так как как слон рекомендую сделать так хотел иду ой жалко ну что ж поделать бывает что тут непонятно просто как они как они будут идти как они будут идти это не ясно через левую дверь через правую дверь пойдут оба через например правую мне вообще никто какое-то время атаковать не будет как мне без этого без уже иду слушать я же справа не проверял не я проверял там датчиком движения все нормально как мне спешу как мне потом на севшую тарелку лететь как мне потом еще базу отвоевывать следуй на позицию слушаюсь виду они соберегут за скаутом через другую дверь не пойдут арки грянками хорошо честно то есть это вот как раз опасность в самый момент я вот сюда не рисковать тем более что я уже положил 1 ступаем 1 ступаем 2 закидываем гренку 1 или стоп или речь идет об этом нет не об этих арках там там большие именно вот эти вот нужно взрывать когда брак и зашел в теории но он зашел бы и не вышел бы оттуда как бы на практике уроки потрясающе маневренный человек удивительный просто удивительный особенно если у нее еще ракеты с собой есть ракеты не обзошел главное пройти сейчас надо смириться с тем что уже разведчиком все его главное там не потерять что мне потом ошенник не поможет второй раз соответственно надо блин тут дверь открыта кем а мной открыт проверяли все выхожу блин англо межа сюда подводить конечно выдвигаюсь взрывать на следующий фонский поле чирокетс а ну сюда гренка поле чироке стоит эксперты говорят что хорошо взорвать обе арки блин как же вы достали совет как же вы достали советами двигаюсь на позицию двигаюсь на позицию лови слушаюсь сделаю все можно полить побежали да там один здоровый мутон ой у нее хп много так наверное все таки так а может и на фон он был бежать не знаю не знаю ладно сна и прицеливается сна и прицеливается сна и прицеливается здесь пока ханкер ханкер овер ханкер ханкер шесть человек там 4 летуна 2 здоровых мутонам может надо было на оверах оставлять ну а чего там самое ну именно опасное это это мутоны милишные то есть если ты их видишь лучше по ним пострелять ну давайте оверы ждем когда придут еще бы конечно подсвечивать чуть-чуть разведчикам но может быть я вернусь сейчас немножко побегает да вот он в милишном вот он бежит 50-50 охренеть сюда не попадает все побегут за скаутом помните эксперт рассказывал нам про то что все побегут за скаутом вот кто помнит этого не человека цель не поражена ё-моё охренеть твою мать снайпы двое нет этот видит нужно шердам нужно нужно шерда потом дабл тап выманивать их на снайпов сопротивляем сопротивляемся хорошо сто процентов девяносто шесть процентов блин пока не убежал наверное надо пахать и хотим сам на смысле пулеметчику раз ё-моё три брони охренеть так криты нужны нет критов что пехотинец видит видит хорошо 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 конец лунатику ох 25 хорошо выдвигаюсь я на позиции на позиции на позиции ну давай вперед готовность номер один все побегут за разведчиком влево и еще один лит он здесь опять же вопрос к снайпам не видит не видит видеть ну пока не поздно может быть все таки передислоцировать но хотя у меня тут основная ударная именно справа что вот это плохо скажешь он мертв я в укрытии мы на позиции удерживаю позицию я не отступлю начиная наблюдение еще трое литву так это теперь верит снайп хорошо методично отстреливаем потом вот в таком это будем предислоцировать и там уже длина значительно лучше будет насколько я помню умер ясно буду на чеку зарядка выцеливаемся буду насторожен сканируйся головность номера действую перехожу к обороне как не без инвизного разведа здесь делать здесь быть вообще непонятно литун 43 ну вот под ранок попал пулеметчик остается только один здоровый на этот растерялся у них паник звездочки давай еще разок подождем потому что может вылететь 6 на инерции но вроде нет вроде паника на друзьям тем вперед и хотел сказать пока некуда идти но я пехотинцы вперед пока что чтобы кавер освободить если что нет я уже поплохел он но разве там мы уже потеряли что там за звук то есть он отдыхать будет на 40 дней и все мне надо понять с кем вообще идти на на такие миссии если нет видимо братья мол какого-нибудь разведчика свеженького хотя бы чтобы молниеносный быть иначе он может делать там хамелеон какого-нибудь не знаю да ну пехотинцы как видите тут все наверное имеет смысл все таки все-таки сначала разведчиком правитесь если не идти вот так вот целиновым пехотинцем потому что непонятно как откуда он выскочит да 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 что за черт вообще увидеть подсветить постараться из геморрой остался только дредноут дредноут в смысле там севшая большая тарелка с похищением потенциальной маршруткой на которой у меня нет топовых людей второй момент это мне получается нужно идти вторую базу всем текущим составом кроме кроме разведчика то есть все в фатиге да на недельку чтобы отправились но мы типа штурмуем базу в этом месте так предлагается ну и если если типа штурманем подаем там где базы штурмуем эти у них там ресурсов мало бла 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 да улетает ах ты тварь вне садос калки за баньте пожалуйста чуть еще одного эксперта вот очень нужно вот очень нужно забанить именно вот dark name потому что он уже не в первый раз опять советами про скан так здесь мы уже были и соответственно народу не видели возможно стоит с разведчиком подойдем подсветим просто посмотрим а потом все мираж этим надо куда-нибудь сюда или можно же вниз ну или доскон прокинуть но это уж дело не в том хороший совет или или нехороший дело в том что не нужны советы который не просит спасибо большое спасибо люблю ценю пишите звонить пускаем убивать там слон ведь написал тебе что за дредноут слон слон большой кибер диск а на базе ты имеешь видом да здесь босс будет говорят я думаю я понял есть из опасного здесь остался так а могу ли я вообще могу ли я чтобы не свидетельным можно конечно пристраховаться закинуть скан в прошлый раз когда я сканил виду только пак справа то есть предполагаю что здесь вообще больше никого нет поэтому принимаем решение бежим вперед мое решение уже вперед спешу давить можно потратить конечно один сканчик разведчиком чтобы убедиться в том что подо мной не это важным я мигом за дело товарищи которых за советы банят вы пожалуйста не обижайтесь просто я уже раз не знаю 40 по поводу подсказок говорил я рад подсказкам когда прошу их когда прошу ну или если это говорит слон какой-нибудь потому что большинстве случаев сложно определить человек вообще разбирается в игре или нет то есть большая часть подсказок этот трэш просто трэш к сожалению и вот и серии побегут все за разведчиком об ты потом за это платишь ну буквально платишь то есть ты вот поэтому не надо прошу не надо давайте все таки закину или проверить так фукавр так продолжается ну так альтернативно немножко подсветим приказ получен командир спешу почему у меня на одном мониторе стрим лагает даже на среднем на другом исходным идет норм он невероятно на нем не работает то есть атом может подлагивать из-за отсутствия аппаратного ускорения но типа видях они декодируют видео и подлагивает возможно он тебя подключен на них ну к встроенной видях и какой-нибудь ну или не тянет вообще систему то есть на декодирование видео все-таки тратится какие-то ресурсы поэтому монитор может просто быть быть на другой видях и или нет ну может быть теоретическим скорее 100 в одну подключил может просто мощность не хватает сейчас разберемся включая на полную мощность почему-то игра лагает когда берсерки а они у меня лагают акт именно с левым в деле тогда нужно справа подходить сейчас я туда с кончик закинуть мне нужно понять что там запах где-то вот здесь от душу поехали посмотрим что к чему ёпы рассеки сектоиды там народу просто много сектоиды thing man а он раза ты 4 см и на 2 сектоида плохо блин на этот подходил видите как случайно просто не задел их давайте все вправо не хочет рисковать мир у вас понял конечно лакер режиме с режим пара в кроватку да я не дать не до не добьюсь из нас на сегодня базу потому что уже начало первым завтра будний сейчас мы вторая половинка придет и зовет и сложный выход первую командную комнату однако команды два дыма первую команду это в конце этого статичный пакет я понял снайпов ориентировочного 10 ставим остальных поближе они вообще отсюда должны не уверена стопроцентно надеюсь что будут я уже там будет сделано поехали ясно начинаю движение я пошла ясно начинаю движение мы чуть не дико реаниматор 16 маневренности мы выставляем получается снайпа потом разведчикам надвижным подсвечиваем этих упырей пытаемся подрастреливать ну близко то близко конечно они находятся близко находится снайпер ну давай попробуем все таки их как там подсветить разведчикам очень интересно еще причем справа могут быть люди может разведу вообще наверх завести вот сюда так надо будет выходить кем-то может быть даже вот здесь вот вставать вплотную мы знаем что их не спулем блин как же рискованно ладно скип я снайпы на позиции прицеливаться я не уверен что это идеально позиции может еще ближе подвести потому что есть места которые мешают снайпом стрелять поняла так уже с гренками подводим медиков нет ты не видишь тиранжа не хватит а так ты будешь уже завязан чтобы лучше справа проверить сначала пакет мы же если здесь никого то спускаться да что они хранят в этих баках или даже через сканы энжовский лет скаутовский я уж не знаю что поехали мне кажется нет я не знаю что мы снимем делать водичи чуть ближе от рискованным но и так целевым сын действую это видимо босс вертолет как раз бокс вертолет вроде пахта не самый сложный посмотрите у меня с одной стороны здесь уже есть ракет который ну в общем то может по каким-то темам пострелять я по крайней мере парочка снайпов подведу поближе потому что мне кажется мне лучше вообще всех помешает вот чем они дальше тем вот этот угол критичнее что он преграждает путь может преградить я не уверен но может пригодить так но мы видим только один бак понятное дело что в этой комнате скорее всего еще будут там она большая уроки там чтобы не сбежались может быть стать может быть и полурокетом руки-то у меня правда заканчиваются и дальше будет сложнее не полуроки там плохо короче бахаем просто бах и даже скрита поехали так они отступают назад хорошо пара видимых целей есть это радует вскрытые сниманы поэтому десяточка влетает в нем я думаю надо подводить пехотинцы сюда full cover overwatch возможно да не надо full cover вот этих всех выводить и пулечи надо выводить видимым хотя нет он может пострелять рокет плохо стоит ханкер даже сервер есть неважно но разведчика надо выводить естественно что мы уже уже так играли так одного двух убили из шести что там за звук слияние пошло надо как-то будет подсветить их следующий год курлык это кислота сектует под кислотой можно инвизного разведа или сканки на тинжом что инвизный развед тут ну давай вот так ты не флангуешься но уже будешь близко достаточно чтобы сверху вниз смотреть им никого класс давай так класс торопимся зарядка прицеливания зарядка прицеливания буду начеку сейчас надо видимо разведчиком вперед бежать и подсвечивать сейчас опять курлык кислота там получается осталось 2 смены и 2 сектоида где хрен его знаю кажется слева там должен подстоять мы можем не видеть из-за того что в завершении сейфове конечно скан прокинуть как-то выбегает пехотинец не видит но видит все сто процентов 76 кри даваем жалко что мне не часовой он не докачался до тройки поэтому этот может попасть но не попадает снайпы как не вижу не вижу вижу хорошо без крита это последний фигмен ну конечно сейчас пех должен добить его конечно не конечно но может но верстаем 20 кто это осталось прицеливаемся неважно прицеливаемся сейчас они могут паниковать уже потому что большая часть пока убит а в том числе для пока видимо разведчиком идти вперед под full cover куда туда может даже по левой стороне до левой не добегу да в принципе тут не добегая никуда я мая разведался чего давай так видим видим хорошо снайпы не видят не видят не видит класс катинец нет не будет вижу место такое но я думаю что сейчас нужно всеми вот сюда подойти хотя бы чтобы на будущее у нас были но пулеметчика надо подвести себя вести возможно даже вот из-за этих половые укрытия тоже кого-то пошли тут снайпы хорошо обстанут тоже но в любом случае надо кого-то заводите снайпу и ступаю всеми в одной куче смысла стоять нет но этого бы я вывел сюда чисто на следующий ход стрелять или явно будут отступать от меня эта штука взрывается насколько я помню класс перезарядки и отличный овер кибер диск слышу сколько их убил человек 15 16 и год овер кривой ты хотим без овер вот это плохо но попадаем это еще одно ранение потому интересно кислота действует или уже отпустил урок для паника кеды и назад кислота отпустил окей значит пробуем снайпом пробить 1 преследуем 2 добиваем попытку делаем разведку вокруг же еще паки могут быть вполне надо ходить все таки пока что аккуратненько да вот пока кибер диск дроиды сикер андроиды здоровые какие-то блин мне кажется на знайпоху водить хотя пока что стоим вроде неплохо но меня смущает полу укрытия они очень близко слушайте а не спулю пак если этого добью они же могут с пули цены теории могут зарядку нацеливаемся кажется бывают такие темы что если рядом типа пак они пулятся если умирает из другого пак человек похож на обычного кибердиска это не не босс вертолет ах ты смотри какой бои готов надо пулить пока они как раз отлетели назад теперь на один ход не добегает правда совсем понятно кого снайп не видит снайп не видит снайп не видит кайф ладно тогда снайпер перим заряжается прицеливается но они реально далековато целимся прицеливаемся скип вылетаю сейчас может увидим все же да я знаю после меня база но я готов там уже сегодня мы с вами да ты видишь всех поехали дроиды тоже вскрыты по десяточке урона падает сразу кибер открыт кибера не видно кибера не видно сикеров мы тоже вскрыли поэтому десяточка урона выборочное прицеливание бах допрыгался самых ближних первую очередь отстреливаем различка я бы чуть-чуть увел хотя дроид не дойдет нет ничего мы не уводим начинай наблюдение буду на чеку смотрим да не должен не кибер долететь не дроид на пол ход у кибера хоть и двадцатка маневренности но это либо полное движение либо я не вижу потому что ханкер мне чем там делает еще лет на так вижу вижу раскрытый кибер это очень хорошего масса возможность нам пострелять прямо вот ему в жбан в жбан критом раз закроется и дроидов за куцами на халява конечно или добьем кибер лучше кибер-то послаще и он закрытый правда сейчас не броня будет промах 94 я не пробью последний выстрел на очень здоровье да отчиню не будет сейчас и пак убил да я готов все где минут скип ходом че нет на троечку нормально один выстрел только нейтрализует ах ты гад а где он улетел и ругается еще на своем кибер-гипска главное ну ушел он правда регенится будет еще мы добиваем дроида раз добиваем дроида 2 потом переходим разведчиком туда и смотрим дальше еще не убил дроида 1 добивая дроида 2 ладно друзья с вами прощаюсь спасибо большое за то что смотрели спасибо за то что болели сегодня у нас очень тяжелый был день завалили основной челлендж использовали сейф перри прошли собственно севшую тарелку перри прошли они 90 процентов снова промазали ладно хватит приходите завтра вечерком завтра вечерком продолжим но если там мистер н1 скажет нормально михаил окей просто не повезло я отказываться не буду конечно до завтра друзья очень конечно нервная сегодня была игра пока 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 интер хэнс спасибо тебе за спасибо